Работает? Ага, ну тогда потихоньку начнем. Третий раз напомним, что у нас сегодня речь о походе 1659-1660 года, который предпринял новгородский разряд во главе с Иваном Андреевичем Хованским, знаменитым князем по кличке Тараруй, который очень неудачно окончил свою карьеру в 1682 году во время мятежа царевны Софья. Уже в ранние петровские времена, но до этого еще очень далеко. В это время мужчина был в самом расцвете сил и на пике карьеры. Поход очень знаковый, про него очень подробно первым написал наш великий историк Соловьев еще в 19 веке, однако военная тематика самого похода была практически не исследована до 2000-х годов. Вот в 2003 году, если не ошибаюсь, мой друг и коллега Олег Курбатов из Российского государственного архива древних актов написал статью по этому поводу. Вошла она в его книжку по кавалерии. Очень хорошая статья, к ней, правда, есть некоторые вопросы-коррективы, как угодно называйте. То есть битву надо исследовать, надо ее распространять, и знание о самом походе, оно предельно знаковое. И надо ли говорить, что превратилась эта битва из вполне конкретного исторического события в некий жупел пропагандистский. Почему? Да просто потому, что битва происходила на территории Беларуси, где я чуть позже покажу. Битва происходила между войсками Речи Посполитой, с которой тогда шла 13-летняя война, напомню еще раз, 1654-1667 годов, блин. И там, естественно, участвовали предки современных белорусов. И, конечно же, вот если мы посмотрим на картинку, сейчас я скажу ее номер, номер 3, номер 2, прошу прощения, номер 2, там памятный камень поставлен на поломки, если мы посмотрим на картинку номер 2, да, вот можете внимательно почитать, что там написано. Эта битва представлена некой гигантской перемогой, где в три раза превосходящую орду буквально московитов 30-тысячную сумел разбить Штефан Чернецкий, командовавший войсками, внимание, поляков. Ну что, будем начинать продолжать, или продолжать начинать, как правильно? Лена, можно, да? Все, мне с пульта дают отмашку, что можно. Словом, мы остановились на том, что сейчас на территории Белоруссии разнообразные, ну, я не могу называть их слишком умными людьми, а иногда и слишком умными. В том числе и битву на реке Поломке, или при селе Поломке взяли на вооружение, рассказывая, что Павел Ян Сапега, великий гетман литовский, и коронный гетман Штефан Чернецкий, польский, разбили там то 20-ти, то 30-ти тысячную орду московитов. Вот так как это 17-й век, уже вторая половина источников довольно много по этому поводу, поэтому сказать, любимые 80 тысяч московитов, они не могут никак. Потому что все-таки есть более-менее адекватные данные. Но имеется в виду самое главное, что литовцев и поляков было мало, литовцев, поляков и белорусов. А русских было вдвое-втрое больше, и они потерпели настолько сокрушительное поражение, что это вот даже явилось поворотным моментом, внимание, поворотным моментом в самой кровавой войне в истории Белоруссии. Хотя всем раньше казалось, что самая кровавая война в истории Белоруссии, это была Великая Отечественная война. Но нет, оказывается, что в 17-м веке русские злобные московиты Ивана Андреевича Ховальского даже Гитлера переплюнули. То есть, если Гитлер уничтожил до 25% населения Белоруссии, то тут, видимо, 30-35, половину. Кстати говоря, по этому поводу тоже очень много всякого пишут непонятного. Самое главное, сейчас обозначимся. Есть такая вот цифра, тот 20-30 тысяч человек и поляков где-то в 2-3 раза меньше. И они побеждают. И там, конечно, были белорусы. Это вот такие основные ключевые пункты, которые присутствуют в информационном пространстве с той стороны. Что же было на самом деле? Как мы помним, если мы обратимся вообще к конве течения событий, то есть о том, как все происходило, в 1654 году после Переславской Рады к нам присоединилась Гетманщина. Украина перешла в состав Русского Царства, в состав России. Начинается после большого перерыва, после поражения в войне 1632 года, в Смоленской войне начинается, наконец, новая война с Речью Посполитой. И войска Алексея Михайловича, который тогда правил царя Тишайшего, кампании 1654-1655 года провели просто великолепно. Потому что все закончилось тем, что на территории Литвы была взята столица Великого княжества Литовского Вильно. И все происходило таким образом, что, хорошо, если не вся Речь Посполитая, то точно литовская часть Речи Посполитой встает перед серьезной перспективой влиться более-менее добровольно в состав России. Просто потому, что уже все, столица была захвачена фактически. Все спорные земли Рюриковичей, которые когда-то принадлежали Рюриковичам или выходили в зону интересов Рюриковичей, переходят в состав России. Но тут оказалось, что на Польшу с интересом поглядывает другой сосед, а именно Швеция. И начинается тот самый знаменитый шведский потоп, о котором писал еще Генрих Сенкевич в одноименном романе, о котором есть замечательный, просто один из лучших исторических фильмов. Потом. То есть войны. Войны даже с Россией Речь Посполитая как-то с большим трудом могла выдержать в этот момент. А войны и с Россией, и со Швецией категорически нет. Но тут очень сильно поляков спасло то, что при Русском дворе была довольно сильная, прагматическая пропольская партия. Почему прагматическая? Имелось в виду, что если сейчас мы со шведами вместе расколошматим Речь Посполитую, а к этому все слои мели все предпосылки, то дальше мы, Россия, окажемся лицом к лицу один на один с Швецией, которая после 30-летней войны, это было всем хорошо известно, имела сильнейшую в мире сухопутную армию. Ну и, кстати говоря, не самый слабый в мире флот. И вот что будет, когда Швеция, усилившаяся за счет присоединения украинских, прошу прощения, польских земель, куда она пойдет, это было совершенно понятно, пойдет она в том числе на восток, к нам. И предложили срочно заключить с Польшей не просто мир, а союз. И мы только что воевали против поляков, и вместе начинаем воевать против шведов. Это все длилось не очень долго, но результат был немного предсказуем. То есть, как только Польша оправилась, она заключает быстро мир со Швецией, и оправившаяся, усилившаяся Польша, с навоевавшими неплохо уже опыт войсками, собранной армией, начинает войну с Россией. А Россия в это время оказывается в войне еще и со Швецией. То есть, мы получили вместо одного, по их себе добитого противника, двух противников. Со Швецией мы, правда, успели, благодаря просто подвигу нашей дипломатии, замириться очень быстро. И вот с этого момента начинается очень тяжелая война, которая должна была закончиться в 2-3 года абсолютной победой. Продвелась она в итоге на 10 лет дольше, и стоила совершенно нечеловеческих жертв обеим сторонам. И польской, и русской. Из-за ошибки, как мы теперь это ретроспективным взглядом понимаем, нашего стратегического планирования в Москве. Сразу же после смерти Богдана Хмельницкого, воспользовавшись ослаблением русской стороны, восстает Иван Выговский в Гетманщине, поднимает часть казачьего и часть местного населения против России, фактически выходит из состава России. Тут же в сентябре 1658 года происходит восстание белорусских казаков во главе с полковником Иваном Нечаем. Были такие белорусские казаки. Их немедленно поддерживает великий гетман литовский Павел Янцапега. И вот вся, хорошо, не вся, очень большая часть так называемой присяжной шляхты, то есть это люди, дворяне, которые на территории современной Белоруссии присягнули русскому царю, вызывает восстание. То есть откладывается почти вся территория, которая была захвачена в ходе кампании, присоединена в ходе кампании 54-55 годов 17 века. И сопротивляться Соединенным войскам восставших казаков, восставшие шляхты и хоругви Павла Янцапега мы, конечно, не могли. Почему? Потому что это вечная проблема любой феодальной державы, это удержание захваченной территории. Все войска расползаются по гарнизонам. И когда приходит армия с ответным визитом, вражеская, оказывается, что собрать свои войска мы можем примерно с такой же скоростью, как когда-то собиралась проигравшая сторона. То есть армия оказывается в конкретном месте сильнее любого русского гарнизона. И они начинают в основном возвращать захваченные территории. Конечно, это не могло остаться без реакции. В 1659 году Трубецкой и Шереметьев пошли ликвидировать измену. Прямо так это и считалось. Измена. Она и фактически была изменой, потому что присяга-то была принесена, то есть клятва верности, вассальная клятва, в Малороссию. И разбивают там, в общем, основные силы восставших. Хотя, конечно, все продолжалось несколько дольше, но, по крайней мере, серьезные силы можно было оттуда вернуть. А вот князь Лобанов-Ростовский со своим полком покоряет часть современной, точнее не современной, а тогдашней Белоруссии до реки Березины. Одновременно шли постоянно переговоры с польской стороной. И они постоянно не заканчивались ничем. Почему? Потому что поляки намеренно затягивали время, чтобы выгадать те или иные пропозиции в войне со Швецией. И уже потом развернуться против Москвы. Ну и в октябре 1659 года Алексей Михайлович прямо объявляет о возобновлении войны с Речью Посполитой. Дело в том, что сорвались переговоры во главе с послом Иваном Желябышским. Он пытался назначить некий русско-польский конгресс, для того, чтобы обсудить ложившуюся ситуацию. Но, почуяв слабость русской стороны, как это сказано было, король и сенаторы доброходства никакого не показали. И отпустили его, Ивана Бездетну. Ну и, конечно, после этого царь дал буквально такой ответ, что за бесчестие имени царскому, прося у Бога милости, велели мы государь великий нашими царского величества боярами и воеводами и ратными людям за его королевские неправды идти на него войною. Вот это послание Полоцкой шляхте. Напомню, Полоцк – это та часть, которая как раз удерживалась русской стороной. И там, где была присяжная шляхта, сохранившая верность присяге. Это, напомню, бывшая литовская шляхта. Ну, как литовская? Находившаяся в подданстве у Литвы. На самом деле, они там почти все были по крови русские, по вероисповеданию православные. За некоторым, конечно, исключением. И там же сообщается. В Вильну послан бояре наш и воевода князь Иван Андреевич Хованский, сотоварищи, и с нашими царского величества ратными людьми. За Божью помощью над польскими людьми велено им чинить промысл. Ну, что такое, собственно, товарищи Ивана Андреевича Хованского? Три года уже к тому времени Хованский командовал новгородским разрядом. Или его чаще называют просто новгородский полк. Но только не нужно думать, что это именно полк. Полк – это, скорее, стратегическое обозначение. Я его обычно стараюсь называть именно разрядом. То есть, большая территория, куда входила, кроме, собственно, Новгорода, еще и Новоторгская, Старицкая, Тверская, Тарапецкая, Великолугская и, естественно, Псковская земля, вот это все формировало некую территориальную общину, из которой собирались войска, как пехота, комница, артиллерия, все, что положено. И оттуда выезжало только 3200 дворян и детей боярских. И не менее тысячи казаков. Заметьте, были такие еще и новгородские казаки. Для кого-то это может вызвать серьезнейшее удивление. Однако новгородские казаки в то время тоже были. Казак, напомню, это военный поселенец, который владеет землей и обязан за эту землю службой, но не лично, как дворянин, а общиной. То есть, община военных поселенцев имеет условное держание земли. Я говорю о казаках, которые находились прямо у нас, по второму руку, не о вольных казаках с Дона. Так вот, которые владеют общиной землей и обязаны за эту службу. При этом сами они казак. То есть, это свободный, значит, в переводе с тюркского. То есть, они свободны и служат так. Коты, немедленно прекратите буйство. Вы что, казаки какие-то или поляки или кто? Извините, пожалуйста, у нас тут происходит какая-то атака котов опять. Да, словом, казаки, новгородские казаки. То есть, 4200 человек мобилизационной способности конницы было в новгородском разряде, новгородском полку, не считая пехоты. Тут беда, конечно, была большая. Почему? Потому что во время смутного времени и после смутного времени, а также из-за неудачи в войне 1632 года, довольно давно уже ведущейся войне 1654 года, у нас подавляющая часть дворянства, в том числе и новгородского, очень сильно оскудела. То есть, к концу 1658-1659 годам значительная часть тех самых служилых людей по отечеству, которые составляли поместную конницу нашу и вообще основную ударную часть русского войска оказались, как тогда говорили, пусто поместными или беспоместными. Пусто поместная, у него земля есть, но там не осталось крестьян. Ну, или по крайней мере нужного количества крестьян. Они или разбежались, или были угнаны в полон, или перемёрли. Беспоместные, ну, тут переводить не надо, просто поместье дворянин лишился. Он вроде как имеет дворянское имя, фамилию, а поместья у него фактически уже просто нету. Поэтому довольно давно уже существовала практика дачи жалований дворянам. То есть, не мало того, что владеют землёй, им ещё там с Ивана Грозного регулярно выплачивали жалование. Оно было не очень большое, чисто для поддержки штанов, и вот теперь этих дворян начинают переводить в рейтарские полки. То есть, солдатские полки нового строя, конные. Рейтар отличался от просто дворянина, так называемой старой сотенной службы, то есть, это вот та самая феодальная милиция конная. Отличался чем? Тем, что его конём, доспехами, кафтаном, ну, естественно, сукном на снаряжение, кожей обеспечивало государство. Он получал жалования одновременно, оставался дворянином. То есть, у него имелись все выгоды дворянского положения, но при этом ему не нужно было самому снаряжаться на войну. А так как это всё-таки служилый человек по отечеству, он же военный профессионал, не в первом поколении. И он именно всадник. Он остаётся всадником. Его можно использовать, но уже на других основаниях. Он теперь солдат. То есть, его буштруют, обучают строевому бою, обучают залповой стрельбе из пистолетов, сомкнутой атаки с палашами или шпагами. Ну вот, это постепенно делается массовая часть боеспособного русского войска. Уже теперь не войска, извините, а регулярной армии. При этом дворяне сочинной службы сохраняются. Как мы знаем, поместная конница вполне ещё воевала при Петре Первом. Причём, вот тут нужно отметить, что люди, которые остались в сочинной службе, это были люди наиболее богатые, которые смогли пережить, рода, которые смогли пережить удары смутного времени. А значит, они были очень хорошо вооружены. То есть, прямо скажем, очень сильно лучше среднего. Потому что все средние и бедные, естественно, оказались в ректарах. Это были серьёзно мотивированные люди. И вдруг оказалось, что это самое наше, в общем, только что описано как нечто жалкое, наша поместная конница превратилась внезапно в довольно нормальную, боеспособную единицу. Да, конечно, они уступали ректарам в регулярстве. То есть, они не могли воевать с собственным строем. Это была совершенно другая история. Но вот в своей ипостасе, то есть в ипостасе лёгкой стрелковой конницы, они оказались весьма хороши. Внезапно. То есть, повторюсь, лучше, чем в среднем по больнице было там 10 лет до того. И отборных людей, это очень интересно, на самом деле, отборных людей, как тогда говорили, выборных людей, собирали не из рейта, а собирали именно из дворян и сотенной службы. То есть, это завоеводчики, так называемые. То есть, те, кто завоеводы. То есть, телохранители, охрана знамени, гвардия, словом, завоеводчики. И выборная разъезжая сотня. Выборная и разъезжая сотня. Это те, кто осуществлял, как бы это сказать, ну и прямо можно сказать, функции яртаула. То есть, передовых частей войска, куда отбирались самые лучшие люди, самые умелые, самые толковые. Это, повторюсь, были не рейтары. Это были дворяне, сотенные службы. Старая поместная конница. Вот такая неожиданная метаморфоза получилась в четком соблюдении закона отрицания, собственно, отрицания, как мы помним, второго закона диалектики. Пока давайте посмотрим картинки. Сейчас я вам покажу, чтобы не быть голословным. Кто такие? Во-первых, картинка номер три, это Иван Андреевич Хованский. Сам лично. Вот он, красавчик. И теперь нам нужно будет перескочить на картинку номер восемь, картинку номер девять. Это, собственно, наши рейтары. Там будет у нас художественная реконструкция. Номер восемь, номер девять, номер десять. Нужно будет по очереди запустить. Восьмая картинка, собственно, рейтар. Мы видим, что он ничем не отличается от европейского рейтара того времени, кроме национального костюма. То есть, русский кофтан, вот русская шапка, которую можно было поменять потом на шлем. При этом кираса, пистолеты при седле, шпага или палаш на точно такой же, как в Европе, плечевой перевязи. Дальше у нас получается, это русский поместный всадник. Реконструкция моего хорошего друга, замечательного художника Красникова. Вот мы видим, вот таких людей оставалось все меньше, которые воевали с луком. Это вообще к 17-му, второй половине 17-го века была редкость. То есть, люди с луком, это тоже очень интересно, продолжали воевать, но это были уникальные специалисты по лучшим стрельбе, которые умели пользоваться им особенно хорошо. То есть, представляете, у нас внезапно еще и лучники все элитные оказались, потому что других просто в лучники не брали. При этом они вооружали все так же. В основном пистолетами и карабинами, как рейтары. Только действовали в рассыпном строю, в легкоконном. Ну и вот этих вот кольчуг и шлемов, которые мы видим, оставалось все меньше. То есть, они в данном случае уже являлись исключением из правила, а не правилом, как в середине 16-го века. И вообще до смуты. Дальше у нас десятая картинка. Это рейтар в разборе. Это наши московские рейтары, военно-исторический клуб, сделали такую инсталляцию. То есть, мы видим тут кафтан, сапоги, шлем, керасу, все, что положено, короче говоря, для рейтара. Дальше у нас идет пехота. Это стрельцы. Одиннадцатая картинка. Нужно ей тоже показать будет. Следующее. О стрельцах мы чуть позже скажем. Вот пока наш друг Антон из Москвы, из первого стрельцкого приказа. Как раз это великолепная, дословная почти реконструкция стрельца Алексея Михайловича. Вот той самой второй половины 17-го века. Уже его классический образ в длинном красном кафтане, с бердышом. Там обязательно в порядке где-то в Нью-Аркебузе пищали, имеет место. Словом, вот такой вот красавчик. Ну и, конечно, дальше у нас, это мой, дальше картинка номер 12. Это стрельцкий голова. То есть, капитан голова. Это мой, к сожалению, ныне покойный друг Андрей Афанасьев. Вот он такую воссоздал. Такой образ богатого московского сотенного головы воссоздал. То есть, человек, который ротой командует. Мы видим отличительная черта. Это протозан, который являлся символом воеводства. Ну и в это время стрельцов начинают заменять. Да, извините, пожалуйста. Какие стрельцы здесь показывают? Это московские стрельцы. Это элита вообще стрелецкого войска. Если к концу 17 века стрельцы, конечно, тоже выступали далеко не всегда лучшим образом, то вот именно московские стрельцы, это была элита, которые были очень хорошо обучены, оснаряжены, мотивированы. Словом, серьезная сила. Ну и в это время, конечно, это полки нового строя собираются. Если о рейтарах мы упомянули, то основой вообще мощи в это время войска становится именно пехота, которая в России стала при помощи иностранных офицеров обучаться на голландский манер. Или, как правильно договорили, голландский манер. Вот следующая картинка, номер 13, это солдаты нового строя. Тринадцатая картинка. Там, соответственно, имеет место аркебузир, мушкетер в Кафтане. То есть человек, который просто ведет огненный бой. И пекинер рядом стоит в террасе, которые составляли центральную терцию. Как если мы говорим на испанский манер, которые сдерживали, если что, длинными пиками атаку вражеской пехоты или, самое главное, конницы. При этом мушкетеры прикрывали по странам эту пехоту при помощи аркебуз. При этом пехоте нашей регулярной было еще очень немного лет. И она, прямо скажем, не могла сравняться с классической испанской, голландской или шведской пехотой того же самого времени. То есть лучше всего они выступали примерно так же, как стрельцы. Если они имели возможность обтыкаться, как говорили тогда, рогатками, полусписами, сесть в засеку, спрятаться за какое-то то или иное укрепление. Там гуляй город, что-нибудь типа того. Самое главное, чтобы не оказаться лицом к лицу с атакующей тяжелой конницей. Наша пехота в это время не всегда могла это выдержать. Это, повторюсь, не ланскнефты 16 века или не шведская пехота, или не шведская пехота, или не голландская. Словом, это люди тогда еще не сильно обученные, мотивированные. Так вот, примерно все эти самые категории присутствовали и в новгородском разряде. К концу 50-х годов 17 века новгородский разряд прошел серьезный путь. Если в 132-134 году туда поверстали каких-то новиков, новиков, то есть новичков буквально, они к 50-м годам уже прошли и обучение, и имели боевой опыт. Однако, именно серьезный опыт совместных действий, не просто каких-то действий боевых, а серьезный опыт больших совместных действий начинается при осаде Пскова в 50-м году. Ну и подавляющее большинство в 54-56 году неплохо выступали. В 55-м году новгородский приказ атакует Брест, атакует удачно, при этом, очень интересно, опять же, Павел Ян Сапега обещает цареву-человеку Артищеву, цареву-посланнику Артищеву, что он со всем войском и всей землей переходит под руку Алексея Михайловича. Однако, когда появляется новгородский полк во главе с князем Урусовым, он переменяет свое решение и неожиданно атакует новгородский полк. При этом у деревни Верховичи численно уступающие новгородцы смогли побить численно превосходящих поляков. Дальше, в 56-м году новгородский полк взял Юрьев Ливонский, тот самый Дербт, из-за которого у нас постоянно еще с 13-го века с немцами были проблемы. И вот 9 июня 1657 года так блестяще выступающий полк вдруг под валками не просто проигрывает шведскому генералу Ливену, а дворяне просто разбегаются и бросают своего смертельно раненого воеводу Матвея Шереметьева на поле боя. Царю приходится накладывать опалу, устраивать следствие о зачинщиках бегства и на полк, на усиление его, на наведение порядка бросают нашего героя, князя Ивана Андреевича Хованского по кличке Тараруй. Тараруй это по-русски значит пустомеля Болтун. Почему? Потому что, да, серьезный был очень человек, без всяких иронических коннотаций в данном случае, но он был ужасный склочник. Он постоянно, во-первых, а, хвастался, б, постоянно вел какие-то тяжбы со своими коллегами по опасному боярско-княжескому бизнесу, выясняя свое место в местнической иерархии. Так вот, при Хованском все пошло как-то полегче, потому что он громит 16 сентября 1657 года литовцев под Гдовом, осаждает Нарву в Исляндии и, прошу прощения, под Гдовом шведов громит, осаждает Нарву и из-за этого шведы, скажем так, делаются более сговорчивыми для ведущихся переговоров. И вот в 1659 году Хованский идет на западную двину, тут мы как раз видим его очень фирменный тактический стиль, исключительно характерный для него, чуть меньше 2000 человек было у Хованского, и он 29 января 1959 года под Мядзилами буквально разогнал, втрое, там около 5500-6000 человек было, втрое превосходящие силы литовцев, и изменивший, подчеркиваю, по меркам феодального средневековья, это была именно измена, изменивший белорусской шляпкой. После этого, собственно, его и жалуют домными боярами, титулом домного боярина. Однако, вот у него был серьезный опыт боев со шведами. Шведы это, да, конечно, на данном фронте не применяли свои элитные силы, но все равно он столкнулся с прямо настоящей шведской армией, то есть с наемниками, с европейскими, с той самой пехотой, обвинистрельной кавалерии, и большая часть наших дворян и сочинной службы оказалась не готова к такой войне. Их начинают вот теперь уже массово переводить в рейтары. То есть все люди, которые не имеют возможности нести в полной мере службу, их просто насильно записывают в рейтары, которые в новогородском разряде образуют три полка общей численностью 2800 человек. Всеми ими руководили только европейские военспециалисты наемные. В то время у нас в этом месте не было ни одного своего командира высокого уровня полковника. Почему? Потому что вот этому роду службы людей нужно было учить, для чего, конечно, привлекали опытных людей. Ну, а я говорю, лучшие дворянные дети боярские остались в второй сочинной службе. Стрельцы. Стрельцы, которые выступили в поход 59-60-го годов, это новоголодские и псковские приказы. Это были стрельцы тоже, да, конечно, это не вполне ровне московским стрельцам, но у них была своя традиция. И, по сути дела, несмотря на наличие людей, солдат нового строя, именно эти старые стрельцы оказались наиболее устойчивой огнестрельной пехотой на поле боя. Да, и, конечно, тут нужно прибавить, что к солдатам добавлялись драгуны. Драгуны мы представляем их себе как тяжелую конницу в таких, знаете, кожаных касках с конским хвостом, которая в случае чего иногда может испишется. То есть, по преимуществу это именно тяжелая кавалерия, как мы это знаем, например, по событиям войны 1812-го года. Нет, русские драгуны в 17 веке это исключительно ездящая пехота. То есть, они на лошади доезжали до места необходимого и могли, так как они поголовно были на конях, двигаться одновременно с конницей, синхронно с конницей. И там обязательно спешивались и поддерживали кавалерию собственную огневым боем. Это была только ездящая пехота, в конном строении не действовали вообще. Все изменится только при Петре Первом, когда драгуны вообще станут, в принципе, при основе нашей регулярной кавалерии. Да, так вот, солдатские и драгунские полки тоже имели место. Там ими командовали полковники Гамильтон и Росформ, которые выставляли, о численности мы чуть попозже поговорим, да, и где-то было около 12 или 15 пушек, которые вместе со солдатами перемещались. Да, кстати говоря, при Алексее Михайловиче уже к тому времени происходит первая попытка унификации артиллерийской русской системы. То есть выставляются наиболее употребляемые калибры, которые приводятся к единому знаменателю, пытаются унифицировать лафетно-колесный парк. Мы-то привыкли со школы думать, что это Петр Первый все сделал. Нет, это начали делать уже при Алексее Михайловиче. Что характерно, насыщенность полковой артиллерии и пехоты была вот по лучшим рекомендациям Наполеона Первого, который немного в этом понимал. Вот он представлял себе идеальную армию и количество пушек, которые должны быть у этой армии на походе. И вот Алексей Михайлович задолго до рождения Наполеона Бонапарта точно такое же, даже большее количество пушек выставлял в полки. Да, пушки, естественно, пехотные были очень скромного калибра. Это не нужно думать, что это прям пушка-пушка, как при упоминавшемся Наполеоне. То есть, там 6-8 фунтов или 4-8-12 фунтов. Нет, таких пушек, конечно, чаще всего в полках не было. Основным полевым калибром были двухфунтовые пушки. То есть, пушки, стрелявшие ядром где-то около 900 грамм. Да. В августе 59-го года новгородский разряд проходит концентрацию в Полоцке. Почему в Полоцке? Ну, во-первых, это удобный город, он большой, там можно много народу разместить. А во-вторых, в это время, что очень важно, воевода Лобанов-Ростовский осаждает восставшего белорусского этого казака-полковника Ивана Нечая в Старом Быхове. И Полоцк таким образом прикрывает тылы. Вот тут, пока стоял Иван Хованский со своим разрядом, массово ему начинает присягать полоцкая шляхта. То есть, еще не присягнувшие или уже один раз изменившие белорусские шляхтачи, которые проживали на этой территории. Ну, еще бы там такая сила. Значительная ее часть добровольно в свое время перешла на царскую службу. Первый раз еще в 1654 году. Непримиримые ушли вместе с Гетманом Радивиллом, если не ошибаюсь, с Богославом Радивиллом, на запад. И вот вернулись, когда у нас начались проблемы, в 56-м году обратно. Да. Выступление Нечая, как мы уже говорили, буквально раскололо шляхту. То есть, осталась верная шляхта полковников Кисаревского, Гаславского и Полоцкого бургомистра Наумова. И вот они во время этой измены поколотили сами без посторонней помощи, изменивших полоцких же полковников Лисовского, Слонского и Пересецкого. Ну, а после побед и очень успешного выступления как Хованского, так и Лобанова Ростовского, значительная часть перешла обратно в русское подданство. Так вот, в 59-м, 60-м году со стороны Полоцкой шляхты тоже выступили люди в поход. Не нужно забывать, это самое главное, когда вам будут говорить, что там белорусы побили москалей при полонке. Вспомните, что там, давайте так, сейчас ковытики разнем, белорусы побили москалей и белорусов, потому что огромная часть этого белорусского шляхетского войска выступила с Хованским. А именно, это полк Кисаревского, полк Гаславского и полк Слонского, вот тех самых верных, тех самых верных своему слову людей. Около 1100 человек было, между прочим, всадников. Ну, что характерно, они, конечно, вступили в военные действия, в основном, только уже зимой 1059 года. Вторым воеводой в разряде в этом походе был назначен стольник князь Шербатов, и они образовали, таким образом, два воеводских полка. Соответственно, полк под командой непосредственно Хованского и полк второго младшего воевода, его заместителя, Шербатова. Итого в сотнях, то есть было дворянно сотенной службы, 1300 человек. Ритах 2800 человек, плюс 1100 где-то верной полоцкой шляхты, и около полутора тысяч стрельцов, то есть три полка, по 500 человек они обычно так формировались. При этом не все пошли в поход, потому что часть, я полагаю, не менее 300-400 человек пришлось оставить на гарнизонах в Обскове и в Новгороде. И солдат и драгун 2438. Вот эти посчитаны буквально до человека, почему? Потому что им выплачивалось регулярно жалование, а там не жалование, там всегда учет. То есть вот 2338 рядовых и 100 человек офицерского при них. Итого 2438, так точно. И вот тут, конечно, мы видим совсем другое планирование. То есть если на дипломатическом высочайшем уровне мы ошиблись, заключив когда-то с Польшей мир, то вот именно стратегическое планирование и разведка работали у нас очень хорошо в это время. Литовские войска простояли довольно долго на западе современной Белоруссии, ожидая атаки к Ельзахованскому. Он с Ангуста никуда не выступал, заметьте. Но поступило ли известие о том, что вроде бы собирается новый съезд послов, новый конгресс. И тогда значительная часть польско-литовских войск уходит из западной Белоруссии и идет в Курляндию добивать шведов. Прекращать, так сказать, тот самый шведский потоп. Ну а Хованский фактически оказался союзником Швеции. Вдруг. Почему? Потому что он выступает именно тогда, когда польских войск регулярных в данной территории оказался минимум. Войска выступают 19 октября, запомните, что дата 1659 года после смотра. И 9 ноября достигают Вильна. У нас, к сожалению, нет такого важного источника, как воеводский наказ. Это условно говоря, стратегический план действий. Каких целей мы добиваемся. Поэтому мы можем только предполагать, какой был окончательный план, какова была окончательная стратегическая цель вообще всего похода Хованского. Что ему царь приказал? Ну, скажем так, главный штаб. Что думал по этому поводу сам Хованский? Ну, скорее всего, можно предположить, что это просто был тот самый карательный рейд по возвращению отложившихся местностей, поветов, наверное, всего юго-запада, великого княжа Товскому. То есть, вот мы помним, что в 54-55 году во время Шляхта уже приводилась тем самым новгородским разрядом к кресту. То есть, крест к залаванию давал от клятву верности. Отложилась в 58-59. И вот таким образом нужно было их уже второй, а кого и третий раз приводить в чувства. Дальше мы снова увидим, как Хованский начинает действовать строго в своем стиле. Он действует всегда очень быстро. И в этом отношении, конечно, он напоминал Суворова или Наполеона. Потому что настолько стремительных действий в 17 веке, что особенно удивительно, в 17 веке во время довольно неспешных военных действий мы видим в исполнении Хованского невероятно стремительные маневры. Это могло быть только в одном случае в это время. При гарантии того, что войска подчиненной воеводе, его беспрекословно слушаются, это самое главное, он имеет огромный авторитет. Потому что если заставить людей проходить, да, пускай на конях, но в день по 70 верстах, Хованский это делал, то любой менее авторитетный воевод рисковал тем, что даже верные ему вообще-то войска дисциплинированы, рейтар или солдат или на очку просто разбегаться, пренебрегая вообще своей честью и возможными карами. Ну, потому что невозможно совершать такие переходы, если ты четко не знаешь своего маневра и не доверяешь своему командиру полностью. Так вот, из Вильны Хованский очень быстро идет в направлении к Лиде. Сейчас, наверное, откроем картинку, потому что у меня подготовлена, сделанная в Google Maps карта вообще всего похода князя Хованска. Вот мы, это у нас картинка номер 13, можно посмотреть. 13 это у нас солдатики, нужны не солдатики, нужна Google Maps 13 картинка. Там показан весь маршрут вообще похода. Так. Ой, прошу прощения, 14 картинка, извините, конечно, я оговорился, 14 картинка. Вот, да, посмотрите, тут получается по современным дорогам пешего маршрута 990 километров, чуть больше. Естественно, тогда маршруты были не настолько здоровские, и дороги были похуже, и приходилось идти не по прямой, опетлять. Ну, где-то, считай, что за весь поход войско Хованского прошло около 1100-1200 километров. Это не считая людей, которые находились в разъездах. Где-то намотали, я не знаю, как до Луны, наверное, расстояние, потому что, ну, думайтесь, передовые разъезды князя Хованского, разведка доезжала аж до Пруссии вообще оттуда. На, так вот, к городу Лиде направился Хованский. 17 ноября он оказался около реки Дитвы, около села Мыто были разведаны Броды. 17 ноября 1659 года совершается переправа. При этом переправа совершается скрытно и хитро. Он заходит в тыл подразделению полковника Кунцевича, который эту самую переправу, другие переправы стерег. И шляхта буквально разбегается. Смогли уйти только две Харунги, как говорили поляки. То есть Харугви, да, это рота. Надворная, хорошая, Гайдуцкая рота, Харунг, Павла Яна Сапеги и Антодрагунская. Вот они уходят за Неман, сбегают буквально. Все остальные были разгромлены, взяты в плен и взято укрепление. После чего, опять же, стремительно, Хованский идет на Гродно. Капитан, комендант Гродно, Гутовский, 8 декабря капитулирует. Почему? Потому что ему просто не успели прислать никакого подкрепления. Он не успел ни завести продовольствие в город, ни вывести мирных жителей лишней рты, ни набрать шляхточей солдат Гайдуков. Гайдуки, да, это польская пехота. Мы чуть поподробнее поговорим о составе польского войска попозже. И Гродно буквально там за два дня сдается. И потом Хованский стремительно поворачивает на юг, в Подляшье. Можно еще раз нам на карту показать. Извините, пожалуйста, если мы ее... А, не выключали, да? Можете проследить. Это было не просто направление, это было очень грамотное, не случайное направление, потому что это был тыл к урлянской польской армии. Она там находилась... Ну, это уже, получается, у нас зима, да? Зимние квартиры сопротивляться было, прямо скажем, очень тяжело. В данном случае неожиданному походу Хованского. В канун католического Рождества выступает Хованский, причем, что характерно, оставляет обоз около Гродно и на обозных лошадях рассаживает и стрельцов, и солдат. Я представляю себе эту потрясающую картину, когда пикинер в керассе трясется на лошади. Это, конечно, шутка. Естественно, керассы и шлемы в конном строю не использовались, их везли в обозах, то есть притороченными к седлам, как и, собственно говоря, длинные пехотные пики. Это самое главное. Что? Чтобы все двигались с одной скоростью, чтобы пехота, как это обычно бывало, не отставала от коней, чтобы они шли одним кулаком и, главное, очень быстро. 18 декабря около городка Одельск, под селом Крымки, разгромлен полк Яна Агинского. Взято в плен изрядное количество знатной шляхты. Кстати говоря, была разбита панцирная хорук Павла Яна Сапеги. И прямо на плечах отступающей шляхты и солдат польских русский авангард, который был составлен из новгородского казачества, врывается в город Заблудов. И вот там-то вообще было очень интересно, потому что туда, на Мессу, съезжается окрестная знатная шляхта. Там их всех повязали, кого только можно. При том, что главные силы еще только подтягивали, заметьте, это все сделали только авангардные, сделали новгородские казаки. Главные силы только входили в город, а казачьи разъезды доезжали в это время как раз до границ Пруссии. Кстати, что они творили там было не очень понятно. Да, вот тут нужно по поводу творили. Очень болезненный момент. Нам все время будут рассказывать теперь, что во время этого похода князя Хованского и аналогичных, было вывязано и уничтожено вообще все, что только можно. И вот тут-то мы должны сказать, да, во время этих походов ни с местной шляхтой, ни с местным населением сильно не церемонились. Причем, кто не церемонился? Как русские войска, так и три раза перепресегнувшая белорусская шляхта. Ну, естественно, тоже она русская вся, ее не называли белорусской. Я сейчас говорю для удобства понимания, она не была белорусской. Так вот, по три раза перепресегнувшая русская шляхта. Почему они не церемонились? Если мы посмотрим на поход 1655 года, под угрозой смерти запрещалось устраивать хоть какие-то враждебные действия против местного населения. То есть, за мародерство полагалось повешение, позорнейшая казнь. Причем, внимание, не только для солдат, но даже дворян могли повесить за вот такие выступления. И поход 60-го года там никакого повешения. Делайте все что угодно. Почему? Это изменившая территория. То есть, это по терминологии западноевропейского средневековья была объявлена плохая война. То есть, там, где можно грабить города, можно и даже нужно угонять местное население в полон, надо резать с местных дворян местную шляхту, потому что это же изменники. Тем более, некоторые, опять же повторюсь, некоторые изменили уже два раза. То есть, это рецидивисты-изменники. С ними не может быть никакого другого разговора. Да, конечно, по современным понятиям это совершенно чудовищно. То есть, так сейчас, в принципе, вести себя было бы, наверное, очень нехорошо. Это нарушение всех международных законов. Но это 17-й век. Наши оппоненты с той стороны, начиная со смутного времени, на нашей русской территории себя вообще ничем не стесняли. И вот совсем скоро мы увидим поход Чернецкого и Сапеги навстречу Хованскому. И вот люди, которые шли по собственной польско-литовской территории, что они делали с собственным населением? Я вас уверяю, судя по отпискам, они не сильно отличались от канательного рейда Хованского по восставшим территориям. Нельзя подходить к этим понятиям с современными мерками. Хотя, конечно, лучше бы этого всего безобразия не было. Но так случилось. Итак, под Заблудовым в плен едва не попал и сам Павел Сапега, и его брат Кшиштоф Сапега. И Зигмунд Слушко, Хованжи Литовский. Чуть не взяли обоз с войсковой казной, которая шла до Варшавы через Брест. Любленный Замосье. Чуть-чуть не получилось захватить всю войсковую казну. Ну, а вся местная шляхта разбежалась. Кто смог? С семьями, со скарбом. Они ушли в очень сильно укрепленный Слуцк, Лиховичи и Несах. Слуцк, причем, это была мощнейшая крепость, построенная по последнему слову военной техники того времени, то есть по системе маршала Бабана, бастиона ревелинного типа укрепления с пушками и всем, чем положено. Брать его было невероятно сложно. Так, ну а дальше у нас что? Дальше у нас выступают прекрасно, совершенно, собственно говоря, присяжные палачане, которые отловили Томаша Гирского, который ехал с разведывателя. Томаш Гирский это ксенц, то есть поп, которого, так как он Литов священно действующее, его отправили на разведку. Папашу никто не трогит. Нет, его узнали, давно уже общавшись с ними палачане, повторюсь, это те самые белорусы, как говорят, которые страшно страдали от русских. Они его опознали, они его отловили и сбили и не убили только потому, что он был ксенц. То есть выявили, выявили шпиона. И вот там-то выяснилось, что, а, да, и, собственно говоря, взяли полковника Кисаревского, его отправили в плен к Хованскому, в Вильню. Ну а русская конница двигалась не просто так. Вот тут тоже нужно представить себе мою эту самую линеечку, которую я нарисовал на гугл-мэпе. Вот нужно представить себе, что фронт наступления равнялся 70-80 километрам. То есть это три дневных перехода для конницы была ширина атаки. Почему? Во-первых, потому что нужно было, это очень важно, нужно было забирать полон и уводить его в Новгород, чтобы там беспоместные и пусто поместные земли стали полнопоместные. То есть чтобы там было много грестьян. Их уводили в полон. Это во-первых. Во-вторых, при таком широком наступлении Хованский маскировал истинную численность своего отряда. Он же не очень большой. Там порядка 9 тысяч человек выступило. Мы же посчитали. 9, может быть 9,5, может быть 8,5, кстати говоря. И если бы он шел там одной, там тремя основными колоннами и только, стало бы сразу очень быстро ясно конкретно сколько сил у Хованского. Когда он рассылал конные разъезды вот на такую исполинскую территорию, представляете, 70-80 километрового фронта хватить. Непонятно сколько у него людей. И из-за успешных действий и подобного рода тактики слухи о численности войска понеслись самые невероятные. Просто самые невероятные. Потому что где-то есть отписки о том, что под Хованским 20 тысяч человек. Где-то что-то 30 тысяч человек. То есть словом, у страха глаза велики. Хованский в этом отношении был реально молодец. Далее Хованский доходит до Каменца. 29 декабря уже встал лед на реках. Через западный Буг Хованский доходит до Бреста. И сразу, заметьте, сразу у него нет артиллерии с собой. Я уже не говорю про осадную артиллерию. Видимо у него в тот момент даже пушек вот этих полковых легких собой не было. Без артподготовки и с гоном, штурмом, с первой попытки берется большой город Бреста. Не взятая осталась только цитадель. Крепость. Ну, замок. Который держал немецкий капитан. И с ним было 4 рота солдат. То есть порядка 400 человек. Это очень серьезная немецкая огнестрельная пехота. Наемная. С хорошим опытом. В сильной крепости. Их попытались тоже взять с гоном. Но, конечно, ничего не получилось. С потерями откатились. Ну, а Хованский еще раз показал себя великолепным тактиком. Потому что, как это тогда говорили, отоборился вазами Хованский. А это значит, что? Он из города ушел. То есть он стал лагерем. В городе, если бы он остался, вот только что захваченном, в большом городе Бреста. Ему не нужно было бы становиться лагерем. А он уходит из города и встает за городом в лагере. Что видят шляхта и немецкие наемники из Центрели? Они увидели, что русские войска после нескольких неудачных приступов уходят из города. И они подумали, что победа. После чего шляхта устроила как-то бал. То есть тети, танцы, немного выпивка. Ну, а под шумок, под шумок несколько человек, так называемых этих брестских сидельцев, то есть наших военных, которые были взяты в плен литовцами и отбывали заключение в Бресте. Они из Центрели сбежали и сообщили Хованскому, что обрадованные эти самые немцы и шляхтячи перепились. Все пьяны. Буквально это так. Так и было донесено. И вот ночной приступ. Совершенно неподготовленные пьяные войска внутри Центрели и замок Бреста Хованский взял. Дальше, конечно, опять же начинается по нашим понятиям крайне некрасивая история, потому что город Хованский отдал на разграбление. И, как пишут польские источники, было перебито до 1900 человек, которые без погребения были сброшены прямо от Уджевров. Коменданта, ротмистров и знатных пленников числом 50 отправили в Москву. Мирных жителей принялись буквально вырезать, потому что сколько там народу в этом Бресте могло жить мирных жителей? Ну, тысяч шесть, семь, если перебили 1900 человек, я считаю, две, это треть. Я не могу верить дословно этим сообщениям. Тут не нужно думать, что я как-то выгораживаю мозг вот центрично моих предков. На самом деле, кто не знает, я наполовину Беларусь. Там тоже мои предки. Так вот, никого я не собираюсь выгораживать, просто вы представляете, что такое? Перебить 1900 человек. У них же не было пулеметов, это просто долго. Тем более, что эти люди, они же не будут сидеть на месте, они же, ну, я не говорю, сопротивляться. Как минимум они будут разбегаться, потому что никому не хочется, чтобы тебя сабельным или пищальным делом отделали. Ну, допустим, перебили 1900 человек. Скинуть их в ров, то есть оставить буквально вот тут у себя под стенами, имея в виду, что ты город захватил, это теперь твой город, вы там жить собираетесь, оставить 1900 тел, ну, 2000 тел, это что? Это гарантировать, гарантировать эпидемию у себя. Ну, ладно, сейчас зима, они не будут разлагаться, по крайней мере, активно. Но ведь совсем скоро будет весна, и уж весной-то точно Хованский планировал бы, что этот город останется под рукой царя. Все это начнет гнить, безумно вонять, что такое 2000 трупов, я вообще даже себе представить не могу, что целое кладбище. И вы получите эпидемию. Поэтому, конечно, да, в разорение города, да, верю, в зверство, да, верю, но в порядок цифр, извините, не могу поверить в принципе никак. Скорее всего, это все нужно поделить на 10, но даже, извините, 190-200, там, 300 перебитых человек, мирных жителей, это чудовищно. И это абсолютно характеризует плохую войну и эпоху 17 века. Ну, а Алексей Михайлович безумно обрадовался такому успеху своего подопечного и немедленно отписал в Брест, что нужно срочно выстроить самую полезную стратегическую штуку, а именно церковь во имя архистратига Михаила. Потому что, как только появляется церковь, мы же понимаем, там сразу стамина и плюс столько всему. А что такое Брест? Брест – это очень важно, потому что Брест для поляков – это то же самое, что Смоленск для русских. Потому что из Бреста открывается прямая дорога, уже никакого не к Вильно, а прямо к Варшаве, то есть к сердцу Речи Посполитой. Как из Смоленска прямая дорога на Москву, так и с Бреста на Варшаву. И мы знаем, что воюя коронную землю, то есть уже землю польского короля, напомню, что Речь Посполитая – это уния Великого княжества Литовского и Польского королевства. Польский король одновременно являлся и великим князем Литовским. То есть коронная земля – это не земля Литвы, это земля уже Польши. Так вот, воюя коронную землю, русская наша кавалерия, конница, наверное, правильно сказать, доходила на юг, представляете, до Люблина. И Луково, кстати говоря, город Луков, грамоту от Хованского взял, то есть присягнул, по сути дела, Хованскому. Да, до Луково на западе и не доходили 20 километров до самой Варшавы. Об этом нам прямо говорят источники, что был загон под Варшаву и есть список потерь у нескольких казачьих отрядов, которые выставлялись, заметьте, из Копорья, были еще Копорские казаки, оказывается. Но тут-то, конечно, полякам очень повезло. Почему? Потому что в это время на зимних квартирах там стояли союзные австрийские войска под командованием генерала Гайстера. Но у Австрии, как тогда говорили, у цесарцев, то есть подзанных кесаря, подзанных императора. У цесарцев с Россией был мир. Да, Австрия была союзником Польши, но нет, в войну с Россией не вступала. И поляки переместили зимние квартиры австрийцев четко между собой и Варшавой. Между нами и Варшавой. Между войсками Хованского и собственной столицей. И чтобы идти на столицу, нам пришлось бы сражаться с австрийцами. Это означало вступить в войну еще и с Австрией. Ну и, конечно, Хованский начал оказывать моральное давление, прося этого Гейстера просто убраться. И Гейстер сам буквально говорил собственному капитану Розенштейну, есть отписка, боярин поведал мне, что имеет 100 тысяч войск. Видите, Хованский вообще не стеснялся, чтобы напугать австрийца. Что боярин имеет 100 тысяч войск, поэтому Польшу сопротивляться ему не может. Но я отвечал, для того нас Польша тут как Формауэр, то есть передовую стену, и поставила против московитов, потому что цесарь с царем в мире. А он мне дал, то есть Хованский дал мне совет, чтобы перейти на другую сторону Вислы, а он эту сторону займет. Ну, конечно, конечно, не нужно думать, что Хованский собирался штурмовать на полном серьезе. Что, Варшаву? Думайтесь, у него в начале похода было 9 тысяч человек. Ну, давайте, примем эту круглую цифру, он вам не нравится. На самом деле, конечно, там немножко не так, но давайте 9 тысяч человек. Довольно длинный, причем очень экстренный зимний поход. Там неизбежны будут санитарные потери. Довольно много боев уже прошло и штурмов. Есть потери просто боевые в личном составе. То есть их уже не 9 тысяч. И что самое главное, постоянно берущийся полон нужно было конвоировать к себе домой. Причем это же цель, что все эти нищие дворяне, которые вынуждены перейти в элитарскую службу, чтобы у них просто крестьяне появились. И вот они, белорусские крестьян, переселяют к себе. Соответственно, знатный шлях, что нужно было конвоировать, чтобы она по дороге не разбежалась. И третий по значимости элемент, который сокращал русское войско, это гарнизонная служба. Захваченные города, по крайней мере, серьезные. Нужно было обязательно снабжать гарнизонами, чтобы окрестная шляхта в четвертый раз не изменила. То есть нужно, чтобы кто-то их там стерел. Тем более, что оставить в тылу, например, город типа Бреста, не снабдив его гарнизоном, ну это же самоубийство. Потому что как только его снова захватит противник, это крепость над твоей линией снабжения. А парни уже очень далеко уехали от собственной земли. Значит, вы не сможете получать ни продовольствия, ни подкреплений. То есть гарнизон, это говоря современным языком, must have во всех серьезных крепостях, которые бы прошли. То есть к Варшаве, прошу прощения, у Хованского не было 9 тысяч человек. Знаете, хорошо, если бы там было тысяч семь с половиной. Ну а с такой безумной ордой, знаете ли, выступать на такую крепость, какой является Варшава, можно только ради смеха. А Хованский тогда к шуткам был совершенно не склонен. И вот почему он не был склонен к шуткам. Потому что уже в начале января, первых числах января 1669 года, 1660 года, мы уже переместились в следующий год, к Хованскому, навстречу Хованскому выдвигаются совершенно другие силы. А именно выдвигается дивизия Штефана Чернецкого, палача Украины, который только что буквально воевал в Дании. Это сам Чернецкий, это человек, который родился в 1599 году, то есть к этому сейчас уже 61 год. Это невероятно опытный, невероятно авторитетный и очень жестокий полководец, который видел в своей жизни всю огонь, воду, медные трубы. Он бил поляков, прошу прощения, бил украинцев во время восстания Хмельницкого. Он сражался с крымскими татарами, он проиграл, он участвовал в несчастной для поляков битве под Бутагом, где казаки просто вдребезги раскатали польские силы. Там он чудом выжил, прятался под стогом с сеном и видел, как его товарищи казаки избивают саблями насмерть. После этого он ненавидел вообще казаков, любых ненавидел, в переговоры с ними старался не вступать и пленных старался не брать. И, заметьте, он только что вернулся откуда? Из Дании с наемным войском. Это вот та самая часть знаменитого компутового войска Речи Посполитой, которая сменила кварцаное войско и стала его основой. О войсках сейчас мы поговорим. Сейчас мы представили Чернецкого, теперь давайте про польские войска немножко. В свое время, то есть еще в 16 веке, король выбил из сейма, выбил, внимание, упрашивать пришлось сейм, чтобы сейм позволил королю четверть собственного дохода, четверть дохода собственного домена тратить на войско, на содержание постоянной регулярной армии, как бы мы сказали. Кавалерии, пехоты, артиллерии. Откуда и слово это происходит? Кварцаное. От слова кварта, то есть четверть. Войско это было маленькое. Там в случае самого страшного напряжения сил 6-6,5 тысяч человек они могли содержать. Может быть 7 тысяч человек во время войны они могли содержать. Все остальное естественно набиралось посполитым рушением. Или мобилизованными казаками из Гетмановщины. Ну или наемниками, которых приглашали на какое-то время послушать чуть-чуть. Соответственно поветовой пехотой, которые опять же собирали с поветов количество дворов одного пехотинца. Эта система очень плохо работала. То есть как только поляки столкнулись с серьезной угрозой, с страной, которая объединилась, прошла все стадии пороховой революции, уже создавала регулярную армию, то есть с Россией. Все это кварцаное войско не годилось. И было постановлено собрать компутовое войско, то есть от слова компут, то есть куча, все вместе, да? То есть войско, которое содержал уже не король, а вся страна вместе на налоги. И вот да, конечно, там главные ударные силы, был символ вообще всего польского войска 17 века, это крылатые гусары. Сейчас можно, наверное, будет даже картинку показать. Я уверен, что вы их все видели, эти крылатые гусары, но я просто не пленюсь еще раз показать этих прекрасных парней. Вот номер 4 картинка, очень хорошая реконструкция, там гусар в сборе-разборе показывают. Живописная реконструкция, я имею в виду. Гусары сыграют огромную роль в битве при поломке. Нужно сказать, что такое гусар. Гусар, как говорят, это аналог танка. Нет, друзья мои, гусар это аналог истребителя по своей стоимости. Гусар обязан был, особенно в коронных рукавях, то есть это то, что лично на службе у короля находится, выставить трех всадников, себя и двух товарищей, которые шли за ним в шлендер. Точнее говоря, в ряду, в глубину. Сам он был в наборной керасе. Она иногда выглядела так, как показано здесь, иногда несколько по-другому. В наплечниках, в наручах, в шлеме. Вот это крыло знаменитое или к керасе, или к седлу приматывалось. Для красоты там всякие разные леопардовые, тигриные шкуры. Где они леопардов брали в Польше? Ё-моё! Сколько стоила шкура леопарда в Польше в это время? Я вообще представить себе не могу. Но это всё было абсолютно ерундой по сравнению со стоимостью коня. Потому что конь для гусара, ну как для любого усадника, это основа боеспособности. И в гусарских аруговях кони были, вот внимание, самые лучшие в принципе. Потому что в гусарах шли самые богатые, самые знатные люди вообще всей Речи Посполитой. И в гусарах, в гусарских, среди гусарских коней не было ничего, чтобы по русской терминологии не считалось аргамаком. Аргамак это самый лучший конь в принципе, который только может быть рослый, ростом выше метра 50 в холке. На русские деньги такой конь мог стоить больше 20 рублей, а иногда и 100 рублей, а иногда и 200 рублей. То есть аргамак это драгоценность. И вот таких аргамаков гусар выставлял три. Не считая заводных коней. Да, это безумно дорого. Но эти кони доставляли огромное преимущество над всем кем угодно. То есть формирование вот такой супер элитной части позволяло и оснащение ее самыми лучшими конями позволяло сразу получать перевес на любой конницы вообще в Европе. То есть страшнее конницы, чем гусары в это время просто не существовало. Почему? Потому что высокий рослый конь, выносливый, мощный и сильный, может элементарно больше раз за сражение выдержать конную атаку. Потому что если мы посмотрим на наших русских рейтар, вот рейтарская лошадь, вот догадайтесь, если сейчас там у нас есть в чатике кто-нибудь, скажите, сколько раз в атаку за сражение могла пойти рейтарская лошадь русская? Ваше мнение? Там какие-нибудь мнения есть у нас, Лена? Один раз, два. Ну вот правильно, вот правильно, ребята, вы говорите. Три, максимум четыре раза, потому что голодом она могла пройти ну три километра, ну четыре километра подряд, это очень дохлые лошади. То есть, это вот плохое конское поголовье, это беда вообще русской армии, вплоть до Екатерины, черт возьми, великой. Так-так, что там такого смешного у нас в чатике происходит? Отличные предположения, 0,5 раз. Отличные предположения, 0,5 раз. В самом деле смешно, но это нет, не бывает. Так вот, а гусарская лошадь могла идти в атаку шесть-семь раз за сражение, она не уставала. И она огромная, это вот этот рослый, мощный конь, метр пятьдесят, метр шестьдесят холки. По тем временам это очень много. Сейчас, конечно, эта мелочь считается такой, очень среднего роста. Ну, вот это вот метр пятьдесят девять, то, что называлось, минимум метр пятьдесят девять, то, что называлось во Франции керасирской лошадью. Вот они вот этих вот керасирских лошадей себе брали. Вот метр пятьдесят девять. А у противника конь, вы представляете себе, метр тридцать, метр сорок в холке. То есть, ты сидишь на 30-40 сантиметров выше. Конь у тебя килограмм на 100 тяжелее, и ты без всякого холодного оружия просто одним своим видом обращаешь к противнику в бегство. Почему? Потому что конь, который видит, что на него несется вот такое чудовище, этот маленький конек-горбунок, он очень с большой вероятностью дропанет. Элементарно. Ну, а при столкновении этой огромной махины и маленького конька-горбунка, понятно, за кем будет преимущество. И поэтому гусары могли сражаться по старому рысовскому манеру, то есть с копьем, с очень длинным 4-метровым копьем-подмышкой, атакуя не как рейтар с пистолетом, а именно в рукопашную, одним мощным шоковым ударом, который в то время, повторюсь, ни одна кавалерия в мире не могла бы выдержать. Просто никак. То есть с гусарой леда вполне уверенно боролись, но несколько другими методами. Что важно, пика держалась не просто рукой, а к седлу была привязана толстая кожаная петля, тыльё пики упиралось в эту самую петлю, и после этого боролось подмышку. Таким образом, удар разгружался уже не в террасу или в руку, а в седло. Понятно, что кроме гусара, картинка номер 7, это снаряжение панцирного всадника. То есть это полный аналог нашего помешанного дворянина. Только он выглядел несколько иначе. Называли их панцирные. Почему? Они в кольчугах чаще всего ездили. Если это, конечно, вообще имели деньги на покупку кольчуги. Панцирная, иначе казачья справа. Поляки их прямо так и называли. Казачья Харуквь. Вот когда мы читаем в книжках, видим в фильмах, какого-то вдруг польского казачьего, например, капитана или казачьего полковника не нужно думать, что этот поляк командовал какими-то казаками. Нет, он командовал панцирной кавалерией, которые были вооружены на казачий манер. Казачья Харуквь – это Харуквь, вооружённая на казачий манер. Вот такое вот снаряжение. То есть, сабля, иногда клевец или топорик, и на груди мы видим перевязь с патронташем. То есть, там хранились в деревянных ячейках заряды для пистолета или карабина. Да, при этом могли также точно луки использоваться. Пехота. Вот мы видим картинку номер 6. Это гайдуки. Это что-то типа наших стрельцов. То есть, никакой разницы нет. Это вот люди огнестрельного боя. Ну да, они по-другому немножко выглядят. По-другому немножко организованы. Но в целом, это такой аналог для понимания. Ну и, конечно, была вот та самая линейная пехота с пиками и мушкетами. Европейская. Чаще всего просто наёмная из Германии. Ну, мы уже о ней говорили, рассуждая о русских наших солдатах нового строя. Они функционально не отличались ничем. Поэтому я на них задерживаться не буду. Да. Так вот, возвращаемся мы к дивизии Стефана Чернецкого. Дивизия Стефана Чернецкого очень боеспособная. Там как раз была та самая Харук в коронное крылатых гусаров. Выступает срочно к Варшаве. Потому что было непонятно, сколько там войск Хабанского. Мы-то знаем, что их было тысяч семь с половиной. А все-то вокруг думали, что их 30, а может быть даже 100 тысяч. При этом дивизия, как это, право-фланговая дивизия, дивизия правого крыла под командованием полинного писаря литовского Полубенского выдвигается к Бресту. Базировалась она в Метаве. И из Кобеля выходит полк Абуховича, который таким образом оказывается в авангарде дивизии Полубенского. У Абуховича было в составе пять драгунских хоругвий и восемь так называемых, я правильно оговорился, специально казацких хоругвий. Это не казаки, это польские дворяне, вооруженные на казацкие манеры. 15 января в северо-восточном Бреста у местечка Малчи полковник вступает в бой с братом Ивана Хованского, Петром Хованский. А, прошу прощения, это не брат, это старший сын, точно, старший сын воеводы, у которого было несколько сотен поместной конницы и полк рейтар Михеля Реца. Причем, изначально, литовские хоругви, полубенские, да, это польный писарь литовский, соответственно, у него и литовские войска. То есть, в том числе и те, которых по крови мы бы сейчас назвали белорусами или прямо русскими. Так вот, литовские хоругви сначала атаковали рейтар и опрокинули наших русских рейтар. Но при этом в перестрелке с нашими драгунами под Обуховичем убивают коня. Обухович попадает в плен, и после этого литовцы вообще бросают позиции, а литовские драгуны, которые должны были поддерживать своих казаков, бросают позиции вообще без единого выстрела. Они даже в бой не успели вступить. Ну и весь отряд разбежался. После чего попали в плен еще 18 шляхтичей и нескольких десятков драгун. Стряпчий Грамотин докладывает Хованскому о переписке, которая постоянно велась с польскими комиссарами. Это важно. Когда мы говорим о войне, вот когда мы говорим об объявлении войны в 1659 году Алексеем Михайловичем, польским комиссаром, то есть чиновникам Речи Посполитой, которые на территории отложившихся от России литовских земель были уже посажены. Поляки успели посадить кого-то из своих административных чинов в Бресте, где угодно. То есть во всех изменивших городах. И вот им была гарантирована со стороны царя полная неприкосновенность. Эти поляки были не виноваты, что их из Варшавы прислали руководить новоприобретенной, когда-то утраченной, из новоприобретенной литовской территории. И с ними постоянно велась переписка. То есть это был один из прямых каналов связи с неприятливским руководством. Так вот, постоянно шла переписка. И тут, конечно, есть моментик. Поляки, да, получая с большим запозданием вести с театра военных действий, постоянно пытались затянуть время. То есть им важно было, чтобы Чернецкий, Полубенский сконцентрировались в театре военных действий, получили подкрепление и получили, самое главное, уверенное численное превосходство над войсками Хованского. Ну а Хованский временно оказался в Новогрузке, где он встал в пункт временной есть локации и принимал присяги местной слятой Новогрузкой. Ну, тут поляки предложили ему некое перемирие. Надо говорить, что князь Хованский никогда не шел на перемирие. Однако тут, понимая, что он зашел слишком далеко по польской территории и очень сильно перегружен потерями, обозом, добычей, и он идет на переговоры и гарантирует уход своего войска, беспрепятственное оставление значительной части городов, просто потому, как говорят, что он отправил на Русь в Азов 15 аж тысяч. Ну, конечно, это вранье, это польские сведения, но, тем не менее, поляки предлагают ему мир. Хованский его долгое время открыл. И тут Хованский вдруг начинает соглашаться. И вот тут-то, убедившись, что силы Чернецкого и Полубенского довольно серьезные, польская сторона идет на разрыв всяких мирных переговоров. Почувствовали силу. И вот в ночь на 16 февраля Хованский с конницей и полком Рейтар под командованием Каннингема, еще один знаменитый шокландец на русской службе, идет на запад. Причем, как обычно, как про него говорили, поскольку привык поспешать, то и тогда так же поступил, ибо за одну ночь в Дерчине стал деревне пана Писаря Польного, всюду поля и холопов грабя. Представляете, за день, даже меньше, отряд Хованского прошел 70 километров навстречу войскам Чернецкого. Прошу прощения, Полубенского. Полубенский узнал о приближении Хованского и ушел за реку Буг, который к тому времени уже вскрылся ото льда, и его невозможно было непосредственно преследовать. Да, потерял часть обозы, можно вспомнить, но, тем не менее, пришлось отступить. Таким образом, маневр Хованского сорвал, самое главное, соединение частей Чернецкого и Полубенского в единый ударный кулак. При этом дивизия Чернецкого только что буквально переправлялась к югу от Бреста через Буг и должна была срочно отступать, потому что Хованский оказался у нее таким образом с фланга. Да, при этом поляки и литовцы, Полубенский и Чернецкий, отступают, но отступают на соединение друг с другом. Конечно, разведка Хованского об этом узнала. Также она узнала, очень важно, о том, что в литовском войске поднимается бунт из-за невыплаты, жалования. Однозначно направление на Варшаву для Хованского при этом перекрыто. Таким образом, в Бресте Хованский оставляет одну тысячу человек, стрельцов, это важно, с запасами на два года. Извините. И выступает навстречу Полубенскому. Запомни, да? Он знает, что Полубенский должен встретиться с Чернецким. У Полубенского в дивизии бунт из-за невыплаты, жалования. На Варшаву идти нельзя. Брест, то есть тыл основной, прикрыт сильным тысячным гарнизоном. И навстречу Полубенскому он срочно выступает, чтобы разгромить его до встречи с Чернецким. Как слабейшее звено. Но. Вот тут-то он не мог действовать свободно. По одной простой причине. Просто Полубенский тоже уходил не просто так. Он не был дурачком, который не понимал, что делает. Он ушел за Лиховича. Это последняя из трех незанятых, важных фортеций, как тогда говорили в Белоруссии. Напомним, Словутский и Несвич еще были. И вот в Лиховиче собирается масса шляхты, которая разбегается, масса войск разбитых, которые разбегаются буквально со всей территории, по которой ходил Хованский. И вот туда-то направляется и Хованский тоже. Под Лиховичи. Потому что если он не берет Лиховича, он не может оперировать против Полубенского. А крепость, напомню, очень сильная. По дороге Хованского настигает посыльный от Алексея Михайловича, а именно стольник, князь Щербатов. Ему передает таким образом привет из столицы. Так было сказано храбростью. Великое княжество Литовское. Все, кто хочет учениться под самодержавную рукою в вечном подданстве, вот это всем вокруг объявляется, что давайте оставайтесь мальчики с нами. И таким образом будем жить в мире. Предписано было царем зимним временем до весны посылать войной к Варшаве и другим городам, а Аршаву разорить и пушки московские, которые у Аршавы есть, привести к себе. В ответ Хованский говорит, что да, на Варшаву мы пойдем, но только когда закончится распутиться. Просит, что важно, в подмоге. Говорит, что тыл слабый, людей мало, нужна подмога. Причем Хованский требовал не просто подмогу, а главного похода во главе с царем основных сил войска. Ныне время тебе промысл чинить над неприятелем, в кою пору не в большом собрании. И богом гоним по твоей праведной молитве. Трепетен неприятель от твоего храброго меча. Так говорил Хованский. Нужно отчетливо понимать. Вот мы только что проследили. Хованский пошел тысячу километров, не взяв только три города. И это не считалось направлением главного удара. Это была вспомогательная, отвлекающая компания. Вот насколько она была отвлекающая, что две мощнейшие дивизии поляков-литовцев вынуждены были оперировать против него. Причем пока еще не успешно. И Хованский, видя выгоды своего положения, требует выступления самого царя. Именно здесь. Потому что есть успех. А сам он уже не вывозит. Это крик о помощи буквально. Тем не менее, Хованский оказывается подлыховичем. И это, конечно, человек непередаваемый какой-то. Я не знаю, как его можно описать. В ночь с 25-26 марта Хованский командует штурм и без всякой артиллерийской подготовки, без возведения шансов, без рытья опроша и траншей. Просто пехота и казаки атакуют Степный Лихович и врываются на стены, сбрасывая гарнизон с, по крайней мере, участка штурма. Представляете, что такое взойти на эту самую современную крепость? Даже не современную крепость без артподготовки. В то время, в 17 веке, вообще считалось, что вот эти все выступления с внезапными штурмами это лишнее. Нужно окопать город, расстреливать его из пушек, выставить мортиру и брешь батареи для организации пролома, ввести мины. Нет. Он уже очередной город берет вот просто так, с налета. Но! Вот тут, конечно, сыграло одно большое но. То есть, плюс Хованского, его же минус, это ночная атака, это большая неразбериха. И вот, взойдя на стены, кто-то из казаков издал тот самый ясачный крик «Царев город!» и все вокруг подумали, что они уже победили и бросились грабить на время польскому грандизону собраться и выбить с большими для русских потерями со стен наши войска. Десять старших офицеров попало в плен и было убито. Десять старших офицеров до двухсот пехоты и казаков. Что характерно, царь, через некоторое время, узнав от конца о неудаче, воспретил любые новые штурмы. Но стенобитного снаряда нет, то есть большого царевого снаряда мощной артиллерии нет, то есть можно брать только измором. Но у поляков там в крепости пушки стоят и они до русского лагеря даже достреливают. Словом, очень неудобно. Просто исключительно неудобно. Польский хронист Москевич сообщает интересную подробность, что Хованский нашел где-то местного колдуна Мельника, который обещал заговорить все пушки внутри Лиховича, так, чтобы они не могли стрелять. И сделать заколдованную лестницу, которая сможет поднять сразу две тысячи человек. Но что-то как-то у колдуна ничего не получилось. Не знаю почему. Наверное, плохо старался, черт его знает. А, может быть, потому что Хованский был православный, а православная вера всякое колдунство обнуляет. Что-то не учел. Короче говоря, беда. Чернецкий согласно хронисту Пасеку говорил более достоверное сведение. Я знаю, что на штурм Лиховичей готовились и только и ждут, как им лестницы и другие принадлежности привезут, так как потеряли все они при первых штурмах. Вот. Однако мы видим, как Хованский под Лиховичами форменным образом завяз. То есть у него первый штурм не вышел и он вынужден был сесть в самое страшное в осадное сидение. Причем, заметьте, у него там не сильно много людей. Да, конечно, к Хованскому прибывают подкрепления. Мы об этом чуть позже скажем. Но в Европе после неудач в Дании шведский король Карл Густав умер. И Швеция идет на заключение мира с речью посполитой. Извините, пожалуйста, у меня опять вон там объявление войны у меня. Ну-ка прекратите. У меня коты объявили войну друг к другу и принялись устраивать вопли какие-то безумные. Извините, пожалуйста. Так вот. да, и шведы, заключив мир свечи посполитой, начинают шантажировать и Россию. Для того, чтобы заключить мир на максимально выгодных условиях. Как шантажировать? На том, что они сейчас выступят по западной двине. А что это такое? Это значит сразу, что если они идут по западной двине, они доходят рано или поздно до Полоцка и отрезают весь новгородский разряд в походе. В апреле Хованский узнает об этих слухах тревожно. Тыл неспокойный очень, тыл ненадежный. Но при этом самое главное освобождается со шведского фронта 50 тысяч компутового войска. 50 тысяч компутового войска, которое прошло, что важно, войну со Швецией и умеет хорошо воевать на европейский манер и не нуждаются в каком-то боевом слаживании. Они уже очень неплохо умеют воевать вместе. Хованский в это время пытается наладить взаимоотношения с местной шляхкой. Шляхка знает о том, что в дивизии Полубенского перманентные бунты. То есть там не платят денег. А у Хованского представляете деньги платят. И у Хованского вроде бы пока все идет очень сильно неплохо. Таким образом часть литовской шляхты начинает переходить на службу Хованского. тем не менее что самое страшное в дивизию и Полубенского и Чернецкого начинают пребывать массовое подкрепление. То есть 50 тысяч человек освободилось. Это не нужно думать, что они все сразу пошли воевать против Хованского. Театр военной действии был просто огромный, но и Чернецкий и Полубенский начинают получать серьезные подкрепления. Дивизия Чернецкого продвигается за Абук. 30 апреля ее авангард разбивает 30-го отряда под Мстеболом отряд литовской шляхты разбивает разъезды русского войска, которые прикрывали переправу. Все это конечно напрягало очень сильно Хованского. С одной стороны и с другой литовская шляхта увидев активизацию со стороны поляков начинает прямо скажем не очень лояльно относиться к новой русской власти. Но с Лиховичами нужно было покончить. То есть вот представляете такая чудовищная обстановка и Хованский продолжает стоять под Лиховичами. Где-то около полутора-двух максимум скорее всего полторы тысячи человек три стрелецких полка пришли на помощь. Причем что важно не просто стрелецких полка а московских полков это элитные полки. И вот тут-то 15 мая в прямое сколько он там уже стоит представляете в прямое нарушение царевого приказа Чернецкий идет на новый приступ. Для приступа спешили отборных дворян дворян из выборных сотен спешили. Полк очень сильно потрепанный полк Каннингема должны были ратировать в Москву для пополнения и переформировки. Вот пока он не уехал его тоже спешили и отправили на штурм. Так вот надо ли говорить что без серьезной артиллерии на изготовившуюся крепость штурм оказался неудачным. Тяжелейшие потери убитые ранены несколько сот человек ну то есть полный провал еще и ослабили свои войска несмотря на то что только что буквально получили подкрепление. Однако несмотря на самоуправство Таравуя в Ставке понимали что это очень теперь важное направление и ему начинают идти подкрепления из гарнизонов в Смоленск Витебского Могилева Старого Быхова собирается сводный полк он передается воеводе Змееву там было до половины полка ну то есть эскадрон шквадрона смоленских рейтар Витебская Могилевская Кричевская шляхта донские казаки идет полк якобы Треля и шесть род то есть опять сквадрона полуполк полка самого Лесли Александра Лесли знаменитого шотландского военачальника на русской службе во главе с его сыном Робертом Лесли то есть идут 2400 человек на помощь при этом а это тоже опытные люди часть из них участвовали в штурме в зяте Старого Быхова 27 мая Змеев прибывает к Лиховичам причем под Слуцком он вступает в бой с отрядами Осерки захватывает в плен 30 гусар представляете не просто так а гусар приступает к осаде соседнего Несвежа вот примерно такая складывается ситуация а самое главное что под Лиховичами начинает концентрироваться продовольствие продовольственные склады для развития компаний в глубину артиллерия тезолая осадная артиллерия тоже шла вы спросите обязательно Хованского но шла очень медленно только первая мортира мортира одна к 23 июня вообще добралась до Смоленска артиллерия шла это было ну прямо скажем это непростое дело привести артиллерию при этом Хованскому была дана полная свобода действий в смысле формирования планов то есть что хочешь то и делай буквально ты успешно воюешь давай ну да конечно с Лиховичами очень здорово получилось ну и надо ли говорить надо ли говорить что Лиховичи это было начало конца успешного этого самого похода князя Хованского потому что он потерял самое главное потерял стратегическое превосходство превосходство в стратегической инициативе ну мы понимаем что ни о каких там 10 20 30 тысячах речи нет он под Лиховичами находится ну хорошо если у него с подкреплениями опять стало тысяч 9 вот это максимум что могло быть на самом деле конечно меньше при этом в итоге из того что было начало похода у Хованского оставалось 700 дворян сотенной службы 350 казаков 1600 рейтар в полках ну и где-то 1100 человек вот той самой полонской шляхты по численности мы уступали полякам в самом главном мы уступали в коннице при том что опять же в дивизии Чернецкого было 350 коронных гусар и приблизительно 6-6,5 тысяч конниц всего если иметь ввиду и дивизию Полубенского и дивизию Чернецкого всех вместе где-то около 6 тысяч гусар и более 4 тысяч гусар прошу прощения кавалерии и более 4 тысяч пехоты то есть 10 тысяч человек против приблизительно с учетом гарнизонной службы 7 тысяч человек 7,5 там ну нет 9 конечно не было 7,5 7600 человек которые были после прихода подкреплений полка Змеева и полка Лесли к Хованскому 7,5 тысяч человек и под Лиховичами он вынужден был оставить тысячу человек для продолжения осады в Лиховичах внутри было около 2-2,5 тысяч человек ну изначально их было 2,5 тысяч человек от гарнизона ну понятно что осадное сидение на пользу никому не идет возможно были потери то есть чуть меньше 2,5 тысяч человек там было точно совершенно ну и к к князю Хованскому начинает приближаться войско Стефана Чернецкого Стефан Чернецкий соединяется с Павлом Ядом Сапидой по дороге к Слоннему где-то 24 июня 1660 года по новому стилю 15 июня литовские разъезды атакуют русских где-то в районе Слонима русские разъезды в районе Слонима и Хованский приказывает 16 июня Змееву все вазы так вот сейчас даже процитирую все вазы отправил за Неман сам запалит лагерь под Несвежем со всеми своими силами додвинулся бы под Лиховичи на помощь и 17 числа это совсем недалеко это прямо рядом под Лиховичами уже 17 июня соединяется полк Змеева с Хованским к Слоннему выезжает подъезжая сотня это важно мы помним что подъезжая сотня это разведка зерталу это очень серьезно подготовленные отборные дворянные сотни службы под командой Ульяна Нащекина ему придают несколько как бы мы сказали взводов рейтар для усиления таким образом готовится серьезное сражение потому что не взять Лиховича невозможно нельзя уйти не взяв Лиховича тем более туда уже свозится провиант для войска при этом нельзя взять Лиховича не разбив Чернецкого который идет с деблокирующим корпусом одновременно вы помните что я говорил о постоянных переговорах через польских комиссаров которые вились с поляками я недаром их упомянул потому что прямо сейчас в Борисов прибывает посольство во главе с боярином Никитой Ивановичем Адоевским который собирается вести переговоры о сборе послов то есть о мирном конгрессе с поляками узнав об этом Хованский шлет очень говорящую и крайне драматического содержания записку она сохранилась я все равно прочитаю князь Никита Иванович Бога ради берегись идут на вас люди из жмуди а на нас уже пришли чернецкие сотоварищи посольство у вас никак не статься обманывают не покручимся что коротко написал мог бы и много писать да некогда пошел против неприятеля Ивашка Хованский челон бьет Бога ради берегись то есть Хованский знал что все эти переговоры это просто даже не затягивание времени теперь а ширма для того чтобы прикрыть развертывание основных сил и вот такая записка которая была написана буквально за сутки до выступления вдумайтесь какие прям вот сейчас небольшие силы оказались на острие всего этого грандиозного копья каким была русская армия и что они должны были решить заметьте это не наших было 20-30 тысяч человек а полярков в три раза меньше нас было немножко меньше и самое главное что у нас было в два раза меньше кавалерии это очень важно то есть Хованский не собирается уступать инициативу он выдвигается навстречу Чернецкому конечно Чернецкий вот так по-рыцарски прислал вызов на бой как это было положено причем забегая вперед зная нехорошие последствия этих самых смелых действий которые предпринимал Хованский царь назвал действия беспутной дерзостью мы это сейчас пользуясь познанием понимаем что выбора у него не было ему нужно было все бросать и уходить или попытаться внезапно внезапной атакой разбить Чернецкого но на самом деле Чернецкий вот нужно говорить да Чернецкий это не тот человек которого можно было просто так провести на Микине 17 июня как только пришел полк Змеева князь Хованский выступает в поход как обычно он не взял с собой обоза для того чтобы перемещаться как можно более быстро некомплектная новгородская пехота осталась под лиховичами что-то там около тысячи человек я уже говорил таким образом отряд еще усов ну и сразу около местечка поломка кстати говоря можно сейчас посмотреть картинка там у нас по-моему была номер один как эта поломка выглядела в 30-е годы черно-белая фотография вот собственно церковь стоит такая красивая вот там отряд нащетина та самая подъезжая сотня сталкивается с авангардом литовцев и русские разбивают авангард литовцы откатываются но постепенно подходят новые силы поляков и подъезжая Хорук отступает ну а Хованский узнав о действиях ну и скажем так частично неудаче своего авангарда не задерживается и сразу выступает непосредственно к поломке вот причем Сапега и Чернецкий сначала подумали что отряд нащеткина это если не главные силы то по крайней мере значительные силы русских и поэтому они срочно собирают свои дивизии вместе то есть таким образом отряд нащеткина внезапно и совершенно случайно для себя указал место атаки место основного наступления русских войск и именно там соединяются главные силы то есть Сапега и Чернецкий соединяют свои полки вместе сразу скажу вот мы сейчас на грани генерального сражения и я не могу показать моего карту почему потому что все карты которые имеют место в литературе они просто не годятся внимания вообще никуда поэтому извините я постараюсь нарисовать конечно сам карту это очень сложно в силу крайне сложной маневренной обстановки на поле боя карту я попытаюсь нарисовать и я ее приделаю если у меня вообще получится ее создать более-менее толково к записи нашего стрима который будет отдельным роликом выложен так вот по обычаю на правом фланге встают польские коронные войска на левом фланге встают литовские войска они за речкой поломкой около них находится село поломка вот которое мы только что видели за этим самым местечком за поломкой дорожка поднималась в гору и потом по гате под длинной плотине опускалась в болотистую низину и что важно по обе стороны от будущего поля боя лежали довольно топкие местности то есть там очень сложно было действовать самое главное легкой конницы вот собственно само место вот где поломка находится да вот у нас картинка сейчас только что была карта с точкой то есть да вот она точно совершенно вот это место боя и тут происходит на самом деле очень интересная вещь Хованский не боясь того что у него меньше людей выдвигается к поломке и бросает на переправу в полотскую присяжную шляхту полотская присяжная шляхта атакует поляков и сбивает их с переправы то есть казалось бы это самая ненадежная самая плохо обученная самая низкодисциплинированная часть вообще всего русского войска захватывает плацдарм это просто на самом деле удивительно хотя при этом они потеряли одного из своих полковников верных русской присяге Словенского но тем не менее успех был внезапный на который никто не мог рассчитывать и вот тут-то конечно сыграла роль воеводы Чернецкого который очень сильно грамотный и опытный был человек вместо того чтобы попытаться полотскую шляхту используя численное превосходство сбить с плацдарма за переправы Чернецкий начинает оттупать и поджигает село поломка таким образом он выманивает русские войска на свою сторону а поджог села дал таким образом заметь это утро то есть есть некая туманная дымка которая просто с клубами нормального черного дыма от пожара смешивается и таким образом выступает естественно дымзавесы за который Чернецкий прячет что важно часть своего войска одновременно под прикрытием дымзавесы мы помним что с фланга есть лесов на фланг уходит часть драгун которые могут спешиться и вести огонь часть польских драгун и самое главное вся коронная хорук гусар они таким образом оказываются с фланга от переправы с нашего левого фланга с правого польского фланга мы об этом ничего не знаем и наше войско начинает переправлять за реку причем в силу того что действовать нужно очень быстро туда сначала идет кавалерия то есть драгуны и дворяне шотерной службы и затем заходит полк Змеева который как это говорят с плотной стрельбой начинает продвигаться вперед на часах тогда было приблизительно начало девятого восемь часов с минутами какими-то и Змеев со всей этой пехоты нового строя идет через реку ведет огонь и вот тут-то он подставляет фланг самый главный фланг не прикрыт никакими ни пикинерами ни рогатками поставляет фланг леску из леска выходит 350 гусар думайте казалось бы немного 350 гусар причем без пик прямо сказано что атаковали они в палаши то есть скорее всего этих чудовищ длинные истоки кончары и они буквально сметают пехоту Чернецкого фланговым ударом прошу прощения пехоту Змеева фланговым ударом пехота перемешана начинает бежать сам Змеев очень тяжело ранен то есть буквально успех на начальном этапе сразу превратился если не в катастрофу то по крайней мере в огромные проблемы ну и опытный Чернецкий в это время посылает во охват целый полк под командованием полковника Войниловича а Ховарский не нужно думать что он выступал мальчиком для битья определив огромные неприятности на своем собственном фланге где был буквально разбит только что полк Змеева он бросает кавалерию в атаку на слабейшее левое крыло которым командует Сапега это литовцы они подготовлены хуже вооружены хуже морально слабые неоднократно биты уже были Хованским и он бросается в атаку на Сапегу и что удивительно они едва не опрокинули все крыло польско-литовского войска и только вот то что обошли нас с юга люди полковника Войниловича и стали угрожать захватить переправы то есть отрезать нас от переправы таким образом разрубив войско мы понимаем что не все войско переправилось сзади почти вся наша пехота почти все стрельцы Хованский не смог развить наступление на крыло Сапеги но в это время гусары развернувшись вернулись к месту временной дислокации взяли пики и атаковали в лоб конницу Хованского и вот эта атака конечно была в пике совершенно чудовищной и она буквально в течение нескольких минут проломила нам весь центр построения вся наша конница побежала от 350 коронных гусар а увидев что происходит вот эти самые присяжные полонские шляхты начали массово переходить на сторону противника не все но известная их часть прямо там на поле боя перешла на сторону противника то есть за две атаки гусара которые были применены под дымзавесой неожиданно буквально сражение было выиграно где-то это заняло наверное все вместе около получаса вот эти вот атаки гусара ну и уйдив такое дело Чернецкий как говорят посылает горячую просьбу Сапеги атаковать и Сапега выдвигаясь вперед окончательно сметает русские войска с позиций приходится кому отступать а кому и бежать колоссальные потери было взято 31 знамя у нас все лучшие дворяне все сотни лучших дворянских этих самых полков понесли страшные потери но повальное бегство или повальное избиение не затронуло только солдат нового строя и лучших стрельцов которые успели переправиться на ту сторону к ним примкнули рейтары которые принялись отгонять наседающую конницу залпами пистолетов и вместе с конницей отступать они смогли под непрерывными атаками преследующих польских панцерных переправиться через реку полонку уйти за нее и встать в глухую оборону в леске на другой стороне реки поляки накатывают раз за разом на дисциплинированную русскую пехоту и раз за разом откатываются ничего не могут делать в принципе с пехотой как только она стала в лесу и невозможно развить превосходство в натиске кавалерии ну гусар в лес же не пошлешь это же понятно что их там просто не перебьют но потери нанесут а потеря одного гусара это потеря истребителя фактически это очень дорого поэтому второстепенная польская конница не смогла сделать буквально ничего но под прикрытием конницы Чернецкий развернул артиллерию которая принялась самое главное бить не в лоб русской пехоте а с фланга продольным огнем накрывая буквально всю позицию ну и после нескольких залпов часть нашей пехоты начинает выходить из леса и пытаться сдаваться а Чернецкий как мы знаем пленных брать не сильно любил и он приказывает атаковать всех кто выходит из леса и резать как говорят поляки и там перебили вообще всех ну это конечно ерунда потому что как минимум 800 стрельцов и 400 людей нового солдат нового строя прямо тут же ушли в Полоцк то есть как минимум 1200 человек они не перебили ну и Хованский как это писал в Челобитной увел к Полоцку новгородские войска и написал так и как мы пошли к обозу того же часа литовские люди пришли прямо в обоз и в обозе людей же наших достойных побили и животишки наши то есть имущество и лошадей всех поймали без остатку но однако как мы видим после похода был смотр в потерях у нас было не более одной тысячи всадников и двух с половиной тысяч пехоты ну то есть понятно пришло семь с половиной тысяч ну вот три с половиной тысячи потеряли очень много феерический разгром конечно после этого мы потеряли на время инициативу на главном направлении удара где почти год Хованский действовал не просто успешно а супер успешно но тем не менее очень важно что почти год Хованский нагонял такого ужаса на польское командование что оно не могло использовать свои части на других фронтах той длинной затяжной и очень кровопролитной войны ну а Хованский выступил конечно совершенно гениальным тактическим командиром потому что такого блестящего маневра ну наверное никто из наших воеводов в то время позволить себе не мог а он мог позволить и смотрите как долго продержался и вот только когда он оказался перед лицом лучших дивизий польско-литовского войска во главе с опытнейшим Чернецким вот тогда да оказавшись в меньшинстве в меньшинстве кавалерии с очень уставшим и потрепанным войском только тогда он потерпел поражение причем заметьте поражение совершенно непозорное действовал он исключительно умно но однако и так бывает тоже сам Чернецкий погибнет в 1664 году через 3 года через 4 года получается после сражения при поломке осаждая одно из украинских местечек будет получить смертельную огнестрельную рану местечко возьмут Чернецкий еще успеет отдать приказ о том что режьте всех он такой был недобрый к украинцам казакам и умер после этого ну а Хованский дожил до 1682 года когда его царица Софья назначила командующим всеми стрельцами которые участвовали в бунте на стороне царицы Софьи но однако она заподозрила его в измене и в 1682 году знаменитого воеводу великого этого самого Тоноруя казнили через отсечение головы вот такая вот история крайне на мой взгляд драматическое на сегодня все и что вопросы я готов на что смогу ответить извините так извините пожалуйста у нас звонок в дверь но тем не менее вы вопросы задавайте я их все прямую выслушаю безусловно и на какие смогу отвечу потому что черт возьми я уверен вопросов будет много у меня у самого их всегда много когда я изучаю эту битву и так прошу вас задавайте вопросы а я их буду отсматривать я вот я открываю телефон сейчас мы соберем несколько вопросов сконсолидируем их а к нам кстати какой-то курьер приехал который должен привезти нам какие-то наши заказы безостановочные да 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 я вижу в телеграмме вопросы да 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 добрый вечер по теме задать вопрос не могу потому что неосведомлен можете 30 секунд уделить происхождение у современных крымских татар и если у них общее с казанскими татарами конечно есть одни и те же тюрки наследники золотой орды ребята Батухана дошли до Крыма и там осели это прямо вот те самые татары которые когда-то вот с берегов Волги были интегрированы в состав монгольского войска так что самое прямое происхождение да и они конечно с берегов Волги пришли это их прямые родственники дальше Семьян Жизнев спрашивает только что смотрел ваш ролик по русско-польской войне и вот опять и зачем Петр Первый одрагунил конницу ролик имеется ввиду я почти уверен с Николаем Смирновым мы будем и дальше нести доброе светлое в массы а Петр Первый одрагунил конницу по одной простой причине потому что поместная конница уже никуда не годилась нужна была регулярная конница при этом рейтары так вот как раз вонок в двери наш курьер он должен был прийти товарищи в 9 часов вечера мы сказали в 9 вечера но почему-то пришел в 20-30 вот бог его знает усердие не по уму так вот драгуны это то что можно собрать в большом количестве потому что им не нужны доспехи а значит не нужны сильные мощные лошади то есть это просто дешевле а значит их может быть больше кроме того драгуны способны к огненному бою поэтому для Петра Первого было не просто выгодно это наверное была единственная возможность поставить в строй много конницы потому что повторюсь у нас была огромная проблема с конским поголовнем в нашей несчастной России лошадей в дикой природе просто не водится и из-за этого у нас неоткуда ее взять нормальных лошадей в нужном количестве вы представляете при Петре Первом из описания как драгун садясь в седло опрокидывал лошадь с ног потому что лошадь драгуна в снаряжении и тяжелое драгунское седло просто не выдерживало вы представляете себе лошадь которую человек просто вот так пытаясь сесть валит на землю что это вообще за лошадь что это сдохлятина но однако вот такие лошади у нас были то есть сделать там керосир гусар каких-то это все было нереально при Петре Первом а вот много драгун это много драгун это все-таки хорошо когда будет анонсирована анонсированная в семнадцатом году книга про развитие революции в России хотя бы в электронном виде сделайте товарищ я уже говорил еще раз повторю не осиливаю я ее написать пока у меня просто нету времени мне нужно да как минимум я просто вижу да исходя из имеющегося у меня огромного материала который вот просто вот есть в виде текстовых файлов ссылок на архивы чтобы не чтобы это довести до состояния книги мне нужно полгода вообще не работать вообще я должен сидеть и каждый день по восемь часов долбить в клавиши вот тогда у меня был бы шанс чтобы эта книга была бы до конца сделана извините сырую дрянь я вам выдать в эфир не могу когда я смогу уделить подряд полгода написанию этой книжки я убей бог не знаю поэтому никаких радостных у меня сведений по этому поводу нет очень может быть что она вообще никогда не выйдет ну вот я не знаю потому что полгода подарите мне пожалуйста тогда я гарантирую что за полгода я и доделаю пока придется ролики пересматривать Клим Александрович спасибо большое за ваши труды стараемся комрад хотелось бы посмотреть разбор столетней войны черный принц его походы планируется спасибо еще раз вообще-то мы собирались с Дмитрием Юрьевичем Пучковым об этом говорить после того как мы закончим освещение роковорской войны 13 века которому я собрался посвятить параллельно с рассказами на моем канале три примерно ролика у Гоблина основная информативная часть с подробностями и всякой тоской у меня в большом количестве ну и некие обзорные анонсы я выпускаю у Гоблина вот два уже выпустил нет один выпустил два записал еще один будет после этого мы возьмемся за черного нашего принца и столетнюю нашу войну обязательно не самому это очень интересно я очень люблю эту тему а это собственно говоря это то с чего я начинал изучать историю в принципе со столетней войны это моя вообще первая тематика можно сказать возвращаюсь к истокам здравствуйте Клев Александрович спасибо огромное за вашу просветительскую деятельность вопрос что слышно про фильм Севастополь 1942 а сейчас я вам все расскажу про фильм Севастополь слышно вот что нам на него не дали денег потому что дали денег вместо этого на известный фильм Зоя вот поэтому вместо Севастополя 1942 смотрите фильм Зоя и спасибо фонду кино а также Министерству культуры Российской Федерации гениальный я считаю выбор гениальный ну какой Севастополь какими были наши солдатские ритарские полки на примере сравнения с их западными аналогами были ли там свои мушкетерские роты почему была необходимость ставить во главе полков нового строя для странных специалистов вообще сколько их там было кого их специалистов или полков я описал по-моему в общих чертах какими были полки нового строя это были пехотные полки и кавалерийские полки пехотные собственно пехотные и драгунские драгунский полк не считался кавалерийским это тоже считался пешим полком просто пехота посаженная на коней у драгун понятно не было никого кроме огнестрельщиков то есть тех людей которые ездили с ружьями спешивались и вели огневой бой у просто пехоты это было три основных подразделения в полку это баталия терция назовите как угодно шквадрона пекинеров которые точно так же действовали и выглядели примерно так же как европейские пекинеры то есть это железный шлем типа Марион или Кабосет как правило или закупленный в Италии прошу прощения в Голландии в Европе или сделанный приезжими мастерами у нас как раз в это время примерно начинается производство собственного европейского образца оружия терраса шлем одета все конечно на ружке кафтан в руках длинная пика длиной четыре с половиной где-то может быть пять метров вот такой вот такой был центр полка по бокам его прикрывали мушки теры то есть стрельцы точнее солдаты огненного боя вооруженные аркибузом или мушкетом как правило именно аркибузой потому что у нас тяжелый мушкет не ошибко жаловали как правило у нас была в руках на вооружении аркибуза калибра где-то 12 мм приблизительно так довольно легкой по тем временам пулей просто почему потому что основной противник был довольно слабо или вообще никак не бронирован мы любили вот такого рода оружие при полку полк обычно составлял где-то от пятисот до полутора тысяч человек в зависимости от того на каком конкретном направлении он использовался московские выбранные полки вообще это самые лучшие полки их было два они были невероятной численности там в одном было четыре тысячи в другом пять тысяч человек то есть вообще не полк это бригада по сути дела но это отдельная история это элита элит мы о нем сейчас говорить не будем ну и в полку где-то было по по-разному три, четыре, шесть пушек которые составляли полковую полевую артиллерию рейтары это точно такие же рейтары как западноевропейские рейтары то есть кераса, шлем два пистолета и карабин в лучшем случае очень часто карабинов не было потому что дорого и здорово мешается но вообще-то положено положено было иметь два пистолета карабин и шпага при этом никаких тебе наручей никаких тебе набедренников там горжетов то есть это не тяжелая керасирская конница какая была в западной Европе вы возможно видели картинки с длинными набедренниками с наколенниками в тяжелых ботфортах полностью железные руки глухие шлемы нет такого не было просто кераса и шлем с наносником и козырьком на ушами и затыльником такая вот круглая очень простая дешевая каска действовали точно так же как обычный ретар они ехали вперед старались с максимальной скоростью преодолеть простреливаемое пространство разряжали пистолеты и потом если нужно бросались в бой на клинковом оружии сразу скажу наши это делать не сильно любили наши старались полагаться на огневой контакт и массирование огня то есть мы вообще использовали именно дистанционный бой с максимальной интенсивностью то есть когда у тебя там ну человек 500 таких самых ретар выскакивает и начинают полить из пистолетов в упор а пистолет переменялся именно в упор то есть дистанции 10 максимум 15 метров вот там разряжали пистолет это настраивало людей нам нужный лад прямо скажем и ретары были дисциплинированы мы только что увидели как под поломкой при чудовищном разгроме да лучше обученные более красивые отборные дворянские полки рассеялись а вот ретары несмотря на то что они там и поплошь и похуже но они обучены строю они смогли отойти вместе с собственной пехотой так иностранные специалисты почему они там были а потому что своих не было у нас никто не знал как воевать на голландский манер а европейцы они просто знали только что в 1648 году закончилась 30-летняя война и там была масса специалистов которые имели самое важное боевой опыт и вот люди с боевым опытом нам были всегда очень потребны и мы знаем какая огромная масса этих людей в итоге приехало жить в Россию а осталось жить в России мы вспомним и Лефорта и Брюса и обоих Гордонов и обоих Лесли Александра и Роберта и Каннингема короче говоря массу достойнейших людей которые составили изначально костяк нашего офицерства да вслед за ним конечно очень быстро пришли русские люди которые командовали этими самыми полками вот 60-й год полк Змеева Змеев это вообще незнатный человек и под его начало ставят даже опытнейшего Роберта Лесли вот примерно такая история еще вопросы ага добрый вечер спасибо за лекцию какие же последствия этого похода на дальнейший ход войны с Польшей ну как я и сказал мы утратили почти все что завоевали в ходе этого похода почти все но при этом от Южного театра военных действий огромные польские силы были отвлечены потому что вот этот вспомогательный удар Хованского который вообще-то не предполагался настолько успешным дошел почти до Варшавы да не почти а до самой Варшавы 20 километров разъезды доезжали 20 километров то есть поляки не смогли развернуть против России основные силы на юге а вот именно юг считался на тот момент одним из важнейших фронтов войны то есть Украина да и мы таким образом смогли разобраться с изменой Выговского мы смогли разобраться с изменой Ивана Нечаева Нечая в Белоруссии да итог-то получился печальный мы потеряли половину вообще победоносного новгородского разряда и подкрепления которые были приданы ему под полонкой но вы должны вспомнить одну важную занятную вещь что когда Хованский вот примерно с 9 тысячами человек выступал из Полоцка на Вильно никто даже не предполагал у него не было задачи не было даже фантазии что он окажется под Варшавой имелось ввиду что он просто приведет к покорности вот те самые победы которые от нас отвалились после измены Нечая и после измены Выговского в 1656 году то есть их нужно было просто наказать напугать и все и уйти домой привести к покорности а то что он оказался вообще вот то что он там взял Брест то что он взял чуть не взял Лиховичи оказался под Варшавой сражался на поломке это вообще не входило в планы в принципе это получилось только потому что Хованский повторюсь это просто охренительный военный начальник охренительный причем заметьте он же не был молод к тому времени он родился непонятно когда но это точно было начало 17 века ему было не менее полтинника в это время то есть по меркам 17 столетия это дед фактически а дед оказался лютый настолько блин что Шварценеггер в столовне Брюс Виллис и Стивен Сигал вместе нервно курит в сторонке и даже Чак Норрис курит так что там у нас есть еще хорошенького Клим Александрович столкновение русской и польской пехоты в поле было на поломке польская пехота вообще по-настоящему поучаствовать не успела там возможно получили горячих в составе левого крыла под командованием Павла Яна Сапеги люди там вот возможно да там пехота польско-литовская поучаствовала но там самое главное не поучаствовала наша пехота почему потому что полк Змеева не дошел до столкновения с ними потому что получил удар во фланг от коронной гусарской хоругви ну перестрелка была фактически то есть если там пехота и сталкивалась то только в виде перестрелки то есть именно так чтобы там штыковую нет сходить не довелось дальше Тони Гуэрра спрашивает меня Клим Саныч добрый вечер где взять такие же картинки как у вас на стекле уточню они за стеклом они с той стороны они не на стекле а делают их те же самые парни которые выпускают книжки под таким совокупным названием сталинский букварь их можно очень легко нагуглить в интернете по запросу сталинский букварь или сталинские учебники у них в качестве побочки на типографии выпускают вот такие плакатики самые разные я прямо чувствую как я вгоняю в долги при помощи рекламы моих друзей они должны все больше сейчас вы у них скупите все плакатики да ну а я буду готовить ведра для денег хе-хе-хе добрый вечер Клим Александрович можно ли сделать цикл роликов о монголах о монголах цикл роликов я знаете думаю что в ближайшее время никак не осилив в связи с тем что план по этим самым роликам забить настолько что дай бог то что запланировано то осилить а по монголам ну знаете так вот давайте честно давайте честно года через два я вообще смогу об этом говорить ну в планах каких-то пока не готов решительно возможно кстати возможно так получится что я поучаствую в этих роликах но в качестве интервьюера то есть я буду собеседовать со специалистом с тем или иным вот это это возможность имеется я бы не стал сбрасывать ее со счетов пока это совершенно не точно но отличная от нуля возможность имеется и если она совершится эта возможность если она перейдет так сказать в состояние факта вот тогда конечно я ролик монголам и не один сделаю так что у нас еще вопрос что-то так ага здравствуйте Клим Саныч спасибо большое не планируется ли разбор книги Томаса Гоббса Левиафана особенно в контексте восстания Кромвеля нет знаете я Томаса Гоббса не собирался воспирать и восстанием Кромвеля специально не занимался поэтому очень вряд ли неожиданный вопрос спасибо конечно за него и за доверие так Клим Саныч скажите пожалуйста измена в которую заподозрили Хованского вот наконец про Хованского вопрос я все ждал имела ли место на самом деле а бог его знает учитывая что Софья сама подняла бунт и являлась изменницей Хованский тоже являлся изменником конечно после подавления бунта Хованского ничего хорошего не ждало но подавления бунта он не дождался потому что подозрительно изменница Софья сама всех вокруг подозревала в измене и Хованский таким образом закончил свои дни в очень солидном возрасте ему было где-то около 80 лет представляете какой лютый дедушка оказался 80 лет устроить заговор так Клим Александрович будет ли разбор крымских походов времен царицы Софьи нет в моем исполнении точно не будет я в этом ничего не понимаю очень понравилась серия роликов про викингов спасибо комрад и ролик про Сигурда крестоносца они у нас эти ролики конкретно про крестовые походы и про викингов соединяются через ролик про Сигурда крестоносца который мы с Александром Кадирой сделали хотелось бы раскрыть тему заселения Исландии и Гренландии а также сагу об Эрике Рыжем сагу о Вингландии и про гибель гренландской колонии ну комрад я только что буквально расправился с викингами кстати скоро выйдет книжка она уже есть в предзаказе можно по интернету ее предзаказывать но снова возвращаться к этой тематике потому что это же опять викинги я так скоро не готов почему потому что ну только что блин там 13 по моему роликов про викингов очень много или 10 словом подробнейшим образом остановились еще раз про викингов я сейчас не хочу трогать здравствуйте Клим Саныч как вы относитесь к теории азиатского способа производства была ли это просто разновидность рабовладения очень коряво сформулирована теория азиатского способа производства это не теория это факт азиатский способ производства имел место быть единственное конечно что его пытаются в рамках формационной теории выделить в нечто что выбивается из рамок этой самой теории нет конечно она не выбивается потому что никто не говорит о жесткой зависимости у нас будет это вот обязательно первобытно общий строй водоплеменное общество сразу потом рабовладение сразу потом феодализм сразу потом капитализм нет конечно теория формации не об этом теория формации о том что в принципе бывают такие формации да начинается все с глубокой первобытности но было бы странно если бы в первобытном обществе возник капитализм или там какой-нибудь азиатский способ производства нет начинается все одинаково а потом разворачивается по очень сложной системе и начертническое восприятие вот этого эволюционного марксистского пути через рабовладение и капитализм к социализму коммунизму она конечно неправильная вот азиаты да да имели свою огромную специфику просто огромную и во время рабовладельческого строя и во время строя феодального напрямую их с Европой сравнивать нельзя шаблоны порвутся огнестрела у русской армии было больше импортного или своего смотря какие полки мы имеем ввиду потому что конечно импортного вооружения было очень много но при этом уже при Алексее Михайловиче широкое самое широкое распространение приобретает собственное огнестрельное оружие есть масса терминов говорящих по этому поводу там замок на карельское дело замок на шкотское дело замок на немецкое дело замок на шведское дело имеется ввиду оружейный замок и на шведское дело скорее всего означает по образцу шведского замка то есть делали его у нас да у нас свои замки известны много известно и были очень неплохие при этом закупать конечно тоже приходилось еще при Петре Первом мы массово закупали огнестрельное оружие хотя при Петре Первом собственное производство было еще больше чем при его батюшке Алексея Михайловича дальше когда вы делали обзор типов русских княжеств времен разгробленности вы не рассматривали тему Тураканское княжество оно очень особенное и загадочное могли бы его осветить потому что оно особо и загадочное ничего я там осветить и не смог потому что очень мало откровенно известно об этом княжестве археология слабо помогает потому что эта самая тему Туракань находилась прямо на территории мощнейших слоев которые происходят из времен более древних чем тему Туракань поэтому археология в данном случае очень слабый помощник ну а письменные источники крайне бедны по этому вопросу поэтому конечно нет я не осмелюсь делать просто по такому сложному вопросу какие-то ролики поэтому нет про Тьму Туракань вы от меня ничего не услышите ну по крайней мере сверх того что я уже сказал а вот наш друг Константин нас срочно зовет в Занзибар Костя привет мы поговорим об этом ну если у нас нет вопросов по теме давайте я сейчас еще поговорю минут несколько по теме если вы что-нибудь придумаете спросить спрашивайте если не придумаете соответственно будем раскланиваться вот о чем я хотел сказать о чем я не сказал в ходе основного доклада после поражения при поломке наше командование настолько перепугалось очередной встречи с рейтарами перспектив прошу прощения встречи с гусарами перспективной встречи с гусарами что немедленно задумалась и создала при рейтарских полках гусарские роты то есть чтобы было кому отбиваться от польских гусар то есть там выделялись лошади получше и тем же самым рейтарам в тех же самых красочных и керасах вместо пистолетов выдавали длинные пики а потом у нас была создана даже даже внимание собственная гусарская хорукфа которая переросла в гусарский полк и они были прямо полное подобие польских гусар то есть наши русские эти вот шлемы керасы и при этом сзади два крыла так это красиво показалось сзади вот два крыла поэтому мы сделали своих гусар правда потом их упразднили и перевели в рейтары а потом снова сформировали и снова сделали полк гусар а потом снова расформировали но вот при рейтарских полках появляются гусарские роты для того чтобы полк не выступал просто грушей при появлении какой-нибудь не дай бог коронные шквадроны коронные хорунги как они говорили я говорю а поляки хорунга поэтому я сбиваюсь постоянно поэтому нужно было создавать своих и создали что характерно и уже вот таких чудовищных разгломов не случалось конечно наш гусар был гораздо хуже польского гораздо но как опора кавалерии на поле боя оказалась серьезная серьезная помощь так когда будут ролики с Рэми имеется ввиду Рэми Майснер у нас по-моему очередной в монтаже очередной в монтаже у нас на канале и еще два ролика в монтаже на канале у Дмитрия Юрьевича Пучкова поэтому будут скоро наберите терпение по теме какой доспех был у воеводы в войне 1654 1667 года сразу отвечу вопросом на вопрос какая разница товарищ воевода не комбатант он не вступает в боевое откровение поэтому может быть в любом вообще доспехе это не важно вы конечно спрашиваете были ли там эти знаменитые наши русские зерцала рифленые в золоте с гравировкой с чеканкой работы Московской оружейной палаты да могли быть почему нет это очень показательный доспех который как раз богатому человеку княжеского достоинства думному боярину вполне подходил и был по карману тем более что именно этот-то доспех элитный в Московской оружейной палате великолепно умели делать и те кто платил его легко могли себе заполучить толку в нем правда на поле боя было очень мало против пули он плохо работает поэтому воеводы если носил доспехи он вполне мог носить и европейские латы вот европейские латы неважно польского ли образца немецкого ли образца итальянского ли даже образца вы его доносить могли почему я так уверенно об этом текстую потому что у нас например сохранился доспех лжедмитрия хранится он частично а именно наручи и набедренники от наплечников до перчаток у нас хранятся в артиллерийском музее а отставить почему в артиллерийском музее в Москве они хранятся в государстве вооруженной палате и кираса находится в чикагском университете изящных искусств в музее его вот они итальянские это прямо итальянские доспехи из мастерской помпео дуля кьеза знаменитые то есть вот видите пожалуйста человек вроде как наш хотя и мерзавец и использовал будучи на высоких чинах европейские латы поэтому и другие тоже могли использовать дальше вопрос на картинке товарищ гусара был изображен колюще-режущий предмет с длиннющим клинком как он называется и каковы его особенности это колюще-режущий предмет я его упоминал это конь-чар он же эсток то есть это оружие с очень вот правильно заметили невероятно длинным клинком который как правило не имел лезвийных частей вообще товарищ гусара там не польский гусар живописная реконструкция мы сейчас можем его даже посмотреть да вот он это длиннющая штука я их перевержал в руках в разных музейных собраниях и антикважных коллекциях штук 25-30 того времени клинок метр и больше я видел жуткий кончеры с клинком больше метра двадцати только клинок это не весь прибор а только клинок он не имеет лезвийных частей акцентированно колющий то есть он или треугольного или квадратного или крестообразного или у-образного сечения то есть жесткий очень и вот его использовали гусары в качестве вспомогательного оружия когда копье ломалось или когда копье как в случае с разражением при поломке приберегали для повторно решительной атаки то они атаковали именно с кончарами кончар длиннющий то есть он может на вытянутой руке создать эффект такого мини-копья мини-пики при этом у него есть огромный плюс он не ломается в силу своей вот этой вот чудовищной жесткой формы сечения при этом он может быть как любое холодное оружие клинкового типа легко извлечен из мишени потому что если копье попадет в мишень в человек или в лошадь его скорее всего будет не вытащить во-первых оно сломаться может застрять то есть копье почти всегда одноразовое повторно его использовать сложно а кончар вот ты его ткнул дальше поворотом кисти вынул и ты снова готов катать то есть он многоразовый удобнейшая штука его обычно возили не на поясе а при седле под бедром садника классная вещь на самом деле для кавалерийского боя очень сложно придумать что-нибудь настолько же замечательное я имею ввиду в плане холодного оружия для действия именно в строю когда вас много вы в доспехах и с этими кончарами атакуете когда при полонке первый раз полк Змеева был атакован Харунга коронных гусар и было сказано что в полоши 99% что они атаковали именно с кончарами приветствую Клим Саныч как вы относитесь к историческим полудокументальным сериалам Романовы и Рюриковичи вот в Рюриковичах я даже был историческим консультантом кстати я не помню а был ли я консультантом в Романовых я просто для СтарМедиа сделал столько консультаций что уже что-то как-то начало вылетать из башки когда конкретно в каких проектах я участвовал вопрос зачем русское государство ввязалось в войну со Швецией осада Риги а не добило Польшу а я уже говорил это была чудовищная как мы теперь понимаем ошибка нашей дипломатии полный стратегический просчет почему потому что за это ратовала прагматическая партия пропольская в Кремле которая убеждала что нельзя ни в коем случае добивать Польшу потому что тогда мы останемся один на один со Швецией я об этом говорил в самом начале ролика когда мы останемся один на один а Швеция безмерно усилится за счет захваченных польских земель справиться нам со шведами будет очень тяжело и поэтому Речь Посполитую планировалась приберегать в качестве буферного государства в качестве прокладки между собой и Швецией план был хороший так-то если подумать но только теперь мы понимаем насколько чудовищной это была ошибка потому что вместо трех-четырех лет войны максимум мы получили тринадцатилетнюю мясорубку просто добрый вечер уважаемый Клим Александрович извиняюсь за вопрос не по теме это безобразие возможно ли увидеть в вашем исполнении разбор фильма в августе сорок четвертого очень интересует искренняя благодарность я не знаю а что там может выбирать он серьезно он уже во-первых а довольно старый б там нет ничего выдающегося книжку почитаете там в общем все написано прямым текстом так как это задумал автор Богомола фильм прямо скажем на мой взгляд не очень и разбирать его по-моему скучно не знаю мне не кажется что он соберет хоть какого-то зрительского интереса мне самому лично не интересно как работала система снабжения склады делали или все за счет местных система снабжения работала по трем направлениям во-первых с собой везли обоз где там было продовольствие порох бойпитание не знаю зипы ремкомплект и прочее прочее кроме того существовало тыловое снабжение то есть из метрополии по захваченным территориям гнали новые обозы какие-то пополнения конвоировали и так далее то есть войска получали постоянное снабжение из тыла так как дело это было очень опасно и очень небыстро и совершенно справедливо они концентрировались на неких складах вот например Лиховичик который так и не смог взять Хованский планировалось сделать одним из таких передовых складов чтобы развивать затопление дальше если бы царь с войском успел подойти и третье совершенно справедливо это местная форажировка то есть как правило грабеж местного населения или что тоже кстати говоря бывало не грабеж а покупка местного населения интересующих вас предметов то есть когда мы шли через Литву в 1655 году и грабить было запрещено под страхом повешения форажировались именно так то есть приезжал форажирский отряд в деревню в село в город вместо того чтобы грабить джечь насиловать предлагал денег там не знаю за хлеб там солонину рыбу свинину что там им нужно было еще ткань нитки иголки словом мирная форажировка а бывало и по другому как в 1659 когда приезжали деревню сжигали жители угоняли все что есть забирали себе Клим Саныч скажите пожалуйста есть ли планы сделать ролики о разделах Польши еще очень интересно ваше мнение о фильме Орда 2013 года про разделы вы мне каждый раз озадачиваете потому что вы находите такие темы прекрасные очень интересная тема про разделы Польши но вот тут-то конкретно я сам сделать вряд ли что-нибудь смогу потому что мне нужно потратить много времени для подготовки специалиста если найду обязательно сделаем кстати скоро мы с Борисом Егорским продолжим писать ролики про вооружение и снаряжение армии Петра Первого так дальше про Орду про Орду друзья мое личное мнение фильм чудовищно скучный просто вырвиглазно тупой ни о чем я не знаю я не смог бы вообще сделать какой-то разбор хотя возможно хотя возможно меня его заставят сделать кто заставит Кристина Егорова на программе деконструкция потому что есть у них такие поползновения заставить меня сделать разбор фильма Орда так следующий вопрос Клим Александрович видел как меч расписывали окружностями и прочими фигурами разным количеством и выводили некие закономерности имеет ли смысл или цирковое жарглирование геометрии ты Камрад наверное имеешь ввиду разделение клинка в теоретических фрактах по фехтованию на разные сильные слабые средние и прочие части которые выводились при помощи циркуля нет это не геометрическое жарглирование это совершенно нормальная практика развесовки клинка более того когда до этого додумались это в трудах Ахилла Мородца в 30-е годы 16-го века в 70-е годы у Камила 60-е, 70-е годы в трудах Камила Агриппа который вообще-то был по профессии архитектор и он все знал про балансы сопроматы и что положено это был огромный шаг вообще в развитии фехтования когда точно выявили наличие слабой части клинка то есть самой далекой от рукояти средней части клинка и сильной части клинка и математически непротиворечиво доказали конкретно чем правильнее атаковать чем правильнее защищаться и в каком случае поэтому нет ни в коем случае это не бесполезное жонглирование какими-то понятиями это очень правильная теоретическая работа и вопрос номер последний вечер добрый добрый вечер вопрос частично по теме хотелось бы узнать ваше мнение о фильме Богдан Хмельницкий 1941 года фильм для своего времени конечно очень хороший сталинские фильмы в принципе на историческую тему смотреть стоит там очень качественная актерская игра очень качественный всегда сценарий правильный идеологический заряд это настоящее хорошее искусство один моментик конечно у нас всегда настораживает ну 41 год да 40-е годы фильмы сложные для смотрения я современным человеком мы не привыкли к такой театральной постановке в это время кино еще не совсем вышло из понятия театра для нас вот такая вот театральность ну как-то диковато выглядит откровенно говоря ну диковато но если присмотреться в этом даже есть свой определенный шарм все последний вопрос мы закончили сейчас мы будем с вами прощаться при помощи кого при помощи разбойника чудовищного который мешал нам вести стрим целый день вот оно я поймал оно оно вибрирует всем пока пока уходим если у нас какие-то вопросы с донатами в этот раз оказались не озвучены потому что что-то вопрос такой шквал был что мы могли чего-то не заметить мы когда будем разбирать вообще весь наш стрим мы в следующий раз обязательно эти вопросы вытащим и ответим следующий стрим у нас будет напомню через две недели тоже в воскресенье тоже примерно в 16 или в 18.00 я думаю лучше конечно в 16 потому что в 18 поздновато мы очень поздно заканчиваем всех жду опять поговорим про одно из сражений 13-летней войны на этот раз переместимся на юг России поговорим про дела украинские на сегодня все парни и девчонки молодцы что пришли всем пока